Добрый день всем сегодня присутствующим. Поздравляю вас с Новым годом, потому что в этом году мы встречаемся в первый раз. Так что хочу поздравить с Новым годом, пожелать, чтобы проблемы все остальные, по мере возможности, вас обошли стороной. Хотя это, конечно, невозможно, но хотя бы по минимальной, хотя бы рикошетом. Поэтому, потихоньку, пока люди будут усаживаться, потихонечку начнем нашу с вами встречу. И начать, наверное, будет, как обычно, с того, ради чего все это мы с вами сегодня делаем, для чего вы сегодня приехали и так далее. Встречаемся мы с вами для того, чтобы, наверное, обсудить некоторые вопросы. Но прежде чем создать вопросы, потому что часто вопросы повторяются. И, конечно, каждый раз приходят новые люди, которые не слышали предыдущую встречу. Поэтому некоторым, кто приходит не один раз и приходится слышать вопросы, похожие друг на друга, приходится слышать информацию, одну и ту же информацию порой несколько раз. Но, по крайней мере, я стараюсь информацию излагать ту же самую с разных ракурсов, чтобы было больше, так сказать, грани понимания одного и того же объекта. Потому что практика показала, что, могу сказать, по опыту своих студентов, которые у меня были, когда объясняешь что-то, допустим, он говорит, что обратите внимание на это, то-то, 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 то-то. И, конечно, не слушает, потом через некоторое время задает вопрос, объясняешь, они, о, теперь мы поняли, проникли, все, с восторгом, проходят некоторыми. То же самое вопрос задает, только по другому углу. Объясняют опять, они, вот, теперь мы наконец-то поняли. И так раз 20-30. Так что, в принципе, хотя некоторые вопросы повторяются, потому что некоторые присылают письма на, вот, вы говорите вопросы, которые неинтересны и так далее, и так далее, и так далее. Вот почему не затратить другие вопросы, которые были бы интересны. Ну, во-первых, несколько вопросов в момент существует. На встрече с читателем я стараюсь поднять и отвечать на вопросы, которые были бы интересны большинству людей. Никому, не конкретно какому-то человеку, которому хотелось бы уточнить какие-то нюансы, детали и так далее, что может быть очень важно и полезно. Но это же не занятие, сюда приходят люди, и каждый человек имеет право получить хотя бы общее представление, а не то, что интересует одного конкретного человека. Поэтому при ответе на вопрос стараюсь выбирать те вопросы, которые могут быть интересны большему числу людей, которые сейчас сегодня в зале. Ну, в зале, в том случае сегодня. Что могу сказать, что, в принципе, сегодня, пока вот еще несколько вопросов есть, хотя мы еще не начали встречу это. Но прежде чем начинать ответить на вопросы, так сказать, что вы подумали, какие вопросы, подумайте, что вас интересует. И просьба все-таки придерживаться вопросов, ну, скажем так, тематики моих книг. Конечно, многие имеют и другие вопросы, но все-таки у нас сегодня встречи с читателями, получается, и поэтому, если читателям, то желательно, чтобы это было в ракурсе книг, которые мы сегодня должны обсудить с вами, прояснить некоторые моменты, которые непонятны или не ясны в какой-то аспекте. Поэтому, что хотелось сказать перед тем, как приступим к вопросам. Ну, что, во-первых, несмотря на все, интерес людей, в принципе, как я вижу, книгам, те, что я пишу, весьма растет. Вот, хотя бы, как вот я периодически даю статистику, вот здесь со мной статистика за весь 2008 год. И могу сказать то, что, кажется, как кто не знает, что, в принципе, у меня статистика только по двум сайтам, на которых стоят счетчики. Это не учитывают все остальные, которые без счетчиков, где нет подсчета с катями и так далее, и так далее. И других сайтов, где расположены, и тоже не считается. Так вот, за прошлый год по счетчикам было регистрировано более скачено в общей сложности 440 тысяч книг. Это уже кое-что, потому что, конечно, книг в 2008 году выставлено больше, чем в предыдущие 2-3 года. Допустим, для статистики просто дам, что вот в 2006 году, когда я выставил первую свою книгу на сайте, было скачено 20 тысяч за это время, ну, с апреля 2006 года. В 2007 году было скачено 170 тысяч книг, а в 2008 уже было скачено 440 тысяч книг. Это только скачено, не считается, сколько было людей, кто-то взял копий, кто-то распечатывал. Очень многие, скачав книги, начинают распечатывать, передавать другим и так далее. Это, конечно, невозможно учесть. То есть, вполне возможно, что это уже цифра в 2-3, может, в 5 раз больше, чем то, что имеется по данным. Так что, сами данные говорят о том, что все-таки то, что в моей книге действительно интересует людей. И самое интересное, потому что статистика, опять-таки, говорит, что такие книги, которые, как назвать, многие говорят, сложны для понимания, в кавычках, с моей точки зрения, как, допустим, «Недно новой вселенной», тоже весьма активно скачутся, в том, что за прошлый год, вернее, с 15 января 2007, за 2 года, эта книга была скачена более 60 тысяч раз. То есть, хотя это книжка не о приключениях, но, тем не менее, то, что такое количество книг было скачено, говорит о том, что вот именно понимание природы, которая существует, которая излагается в этой книге, все равно, так сказать, очень много интересует людей, и люди все больше и больше интересуются. Поэтому, вот, даже статистика, которая имеется, говорит о том, что с каждым годом у людей все больше и больше проваляется интерес и к самим знаниям, допустим, и природным знаниям, и интерес к истории тоже прошлого нашей страны, и так далее, и так далее. Потому что, опять-таки, если говорить, что за полтора года, допустим, книга «Россия Кривосток и Лага» была скачена 161 тысяч с лишним раз. Ну, если учесть, что это, в принципе, довольно-таки большое число, не говоря о том, что это несколько раз больше, почитав все и вся, это говорит о том, что действительно у людей не только интерес, но этот интерес продолжает расти, и, в принципе, наверное, это не случайно, потому что сейчас такое время, что во всем мире действительно возникла ситуация, или, так сказать, паразиты, так я называю, социальные паразиты, полностью возьмут контроль, хотя я сомневаюсь. Они уже давно контроль имеют, просто задача, знаете, о чем мечтали? Мировое правительство мечтало. Мечта, как говорят, мечта идиота, то есть мирового правительства. То есть, чтобы ввести в каждого человека чип, ну, знаете, что такое чип? Микропроцессор. И чтобы, во-первых, знать, где он находится в любой момент, и, естественно, через этот чип они планируют ввести голову, мозг. Естественно, не для того, чтобы просто координаты, чтобы можно было через этот микропроцессор управлять поведением человека. Вас такое будущее устраивает? Думаю, что нет. Вот это вот их мечта, идеал. Но сейчас такая пора, что, думаю, что у них не только что не получится добиться того, чтобы в каждую голову живущего Гоя поставить под чипу, но и следующее, что сейчас пришла пора, когда они начинают и будут дальше терять свое влияние, власть и контроль над планетой Земля. И вот думаю, что наша с вами задача сделать так, чтобы эту проживку можно быстрее, потому что времени особо нет, потому что даже агония эту систему может быть трагичной, потому что действия социальных паразитов, нельзя ожидать от них, скажем так, разумности. Знаете, как есть поговорка? Не руби сук, на котором сидишь, правильно? Потому что сам свалился. Так вот, в отношении социальных паразитов такая поговорка не работает, потому что у них даже нет самоскоррения. Понимаете, вот они действуют, не думают, что если в случае гибели планеты, они тоже погибнут со всеми остальными. Ну, может, на несколько дней позже, какая разница, несколько лет позже, если залезут в бункера, и все. То есть, вроде бы, с точки зрения нормальной логики, никакого смысла делать то, что они делают, нет. Ну, вы знаете, когда социальные паразиты, знаете, когда пиявка сосет кровь, там хоть польза есть, да? Она, ну, когда чеще много крови сосет, уже существо, от которого высасывает кровь, погибает. Так, социальные паразиты хуже пиявок. Почему? Они даже хуже рака. Я, в принципе, всегда сравнивал систему социальных паразитов с раковой опухолью. Когда и социальный организм можно рассмотреть как живой организм, и если это параллельно провести, действительно очень удобный пример. Почему? Потому что, не знаю, все ли знают, что в организме каждого человека раковые клетки появляются периодически. Но если иммунная система сильна, то эти раковые клетки, их несколько, очень быстро уничтожается иммунная система организма, и никаких раковых опухоль человек не появляется. То есть у каждого живущего раковые клетки появляются. Но в силу того, что возникла проблема, когда организм не в состоянии уничтожить раковые клетки, которые появились, они начнут расти, и расти, и по мере роста, естественно, не нужно объяснять, что такое рак. Все слышали, знают, и, может, даже у кого-то близкие пострадали от него. Погибает быстрее или медленнее. Но мало кто знает, что человек погибает при раке не от того, что рак убивает его, в прямом смысле слова, а рак убивает косвенно. То есть как это значит? Что происходит? Допустим, если раковая клетка возникает, и раковый клеток возникает, то организм производит 100% энергии для того, чтобы обеспечить функции всего организма. Когда раковый клеток появляется, начинает забирать на себя непрофессионально много. Сначала 10% потенциала, потом 20%, 30%, 40% и так далее. И постепенно забирает все больше и больше, потому что раковый клеток растет. А на все остальные системы остается все меньше и меньше и меньше. А что это означает? Это означает, что все остальные органы, здоровые, нормальные, которые были, должны работать на значительно меньшем потенциале. В режиме, так сказать, перегрузок, они начинают работать, изнашивание, это очень быстро. И, в принципе, человек умирает от того, что его организм просто изнашивается полностью за счет того, что органы не получают достаточно сил и так далее, и так далее. Так вот, когда человек умирает от рака, погибает и рак в опухоли. То есть, разумности никакой нет. То есть, если бы сидело в несколько, несколько клеточек маленьких, и не делились бы, то они бы просуществовали всю жизнь человеку, и мы все спокойненько. А вот, когда они начнут расти бесконтрольно, захватывая все больше и больше и больше, привод к гибели и того, на ком они паразитируют, и самих себя уничтожают. Так вот, социальные паразиты, в принципе, тоже самая ситуация. Они уничтожают систему, которая их питает, и погибают, уничтожают сами себя тоже. Потому что то, что они делают, они тормозят развитие правильных направлений, знаний, т.д. и т.п. В результате чего? Экология разрушается, все разрушается, и так далее, и так далее. Навязывает, чтобы контролировать людей, допустим, фармакологию, приводит к тому, что людей здорового становится все меньше и меньше. И, допустим, в России, так сказать, люди жалуются, что вот у нас плохая фармакология, недостаточных медикаментов и т.п. Я могу сказать, что это слава Богу, хотя Бога не верно, но поговорка так. Я объясню почему. Допустим, в Соединенных Штатах, где медикаментов хватает для всех и вся, так, людей здоровых уже давно нет. И уже сейчас дети рождаются, уже от рождения, они уже больны практически всеми болезнями. То есть, казалось бы, мечта медицины 20-го, начало 20-го века, что вот если мы у нас, как медики говорили, если мы будем иметь качественные медикаменты и достаточную аппаратуру, то мы победим все болезни. К сожалению, больных стало не меньше, а гораздо больше. Поэтому самый забавный факт, то, что в Штатах, допустим, возникло новое движение. Люди прекращают принимать медикаменты полностью, отказывая всех таблеток. Самое смешное, знаете что? Конечно, их проблемы, которые у них не были, не исчезают. Но они начинают все, начинают чувствовать себя гораздо лучше. То есть, от того, что прекращают принимать лекарства, люди чувствуют себя гораздо лучше, чем при приеме лекарства. Я помню, в одном фильме комедийном был такой сюжет забавный о рекламе, рекламе снотворного. Ну, я просто сразу по-русски говорю, чтобы это сказать. Суть такого, что вот это замечательные таблетки, если вы примете ее перед сном, то возможно, возможно, вы будете спать, как ребенок. И так далее, и так далее. И утром проснетесь и тому подобное. И так далее, и так далее. Социальный организм, который, в принципе, хотим или не хотим представить, но социальный организм не как вот муравьи, муравейники, как вот некоторые пытаются изобразить, а именно потому, что люди живут в социуме, и здесь это взаимодействие друг с другом, это действительно единственный социальный организм. Так вот, социальный организм, он создается на чьих-то каких-то принципах, и принципы, которые навязаны социальными паразитами, ведут к самоуничтожению социума. Потому что, во-первых, они всегда уничтожали сильных людей, народа всего, каждого народа, тем самым убивая, так сказать, людей, несущих альфа-генетикой, так называемым. А остальных просто, кто не проявлял таких качеств, просто подчинялись своим действиям, заставляли их делать то, что им нужно. Поэтому ситуация такова, что сейчас мы дошли до ручки, дальше жить и некуда. В прямом и приростном смысле. Или нужно менять принципиально социальную систему, в смысле убирать социальных паразитов, или же, как вот в случае с раковой опухолью, она просто добьет всех, включая саму себя. Вот поэтому, ну для того, чтобы действовать, нужно не вслепую махать кулаками или шашками, или чем-то другим, а грамотно действовать. И поэтому, вот в своей книге «Россия и крыльков» первый том продолжает, второй том мы пытались показать, действительно, как система, первый том это показал, как действительно социальная система развивалась, как социальные паразиты возникали, кто они, зачем, почему, какие цели ставят, что делают. Для того, чтобы была ясна картина, как говорится, как поговорка, не так страшный черт, как его молюет, правильно? Вот когда четко ясен, что есть черт, то оказывается, что у черта нет рожек, хвоста и копыт, что он просто поразит. Поэтому, ну не значит, что он сразу то, что мы отбросили у него рога, копыты и хвост, то от этого он стал ангелом с крылышками. Конечно, нет. Но задача в том, чтобы именно понимая, действовать понимание, не допускать ошибок, которые были допущены уже ранее, когда пытались что-то делать и так далее, и главное то, чтобы действительно невозможно сделать рабом человека, если он примет просветление знания. То есть свободно, когда человек примет просветление знания, он становится свободным. Да, его можно запереть в тюрьму, но если человек свободный, ему в тюрьме он останется свободным. То есть можно ограничить его движение перемещения, но его внутреннюю свободу никто ограничить не сможет. А человек-раб может быть рабом вне тюрьмы, но это не меняет сути. Так вот важно, чтобы мы смогли освободиться от рабства, от внутреннего и внешнего. А внешне рабство невозможно быть освобождением без того, чтобы мы не освободились от внутреннего рабства. Вот задача и моей книг, и выступления, встреча с читателями, именно в том, чтобы помочь людям разобраться и действительно освободиться от своего внутреннего рабства. Потому что раб, ну, знаете, кажется, многие очень часто ориентируются на Америку, но я там прожил 15 лет, поэтому долго не буду распространяться, это не нужно. Я в книге потом более подробно распишу, конец уже списал. Но суть не в этом. Мало кто знает, что в Штатах, к примеру, ну, то, что сейчас глубокий кризис, и кризис такой основательный, что и в 1929 году кризиса такого не было. Вот. И всегда Штаты из кризиса выходили, создавая войны. Две Первые мировые войны были созданы именно определенными финансовыми кругами Соединенных Штатов Америки. В этот раз они тоже пытались несколько раз развивать мировые войны, но у них не получилось и не получится. Но не в этом дело в данном случае. В данном случае, а по поводу райского блаженства Соединенных Штатов Америки. Мало кто знает, что в Штатах 90% людей живут в долг. 90%. То есть они берут кредит и потом этот кредит выплачивает. Но казалось бы, вот, ну как же, это что, неплохо, это же хорошо, они же живут. Но другая цифра, которую мало кто знает. 70% из этих 90% никогда с этими долгами рассчитывать не смогут. То есть они самые настоящие рабы. 90% рабы на 30-40 лет, пока не уплачивают дома, а 70% рабы на вечные. То есть они, умирая, не смогут рассчитаться с теми долгами, которые у них возникли. Разве это свобода? Да, его никто, так сказать, предков не хрещет, как говорится, никто не загоняет, так сказать, в барак для рабов. Они живут, казалось бы, в отдельных домах, иногда. Но 70% у них самые настоящие рабы, потому что всю свою жизнь они работают и никогда не освободятся от герма. Вы хотите такого блаженства? И самое смешное, они до того боятся, трясутся, потеряют работу, то готовы обмануть, оболгать кого угодно, чтобы сохранить свою работу. Почему? Потеряв работу, они теряют дом, все, что брали и иногда выплатили за тот же самый дом уже, допустим, два-три раза уже, в принципе, когда человек берет дом, когда он заканчивал плачете, он плачет три-четыре раза больше стоимости дома, со всеми процентами, т.д. и т.п. То есть получается, что человек выплачет, уже выплатил 2 стоимости дома, а потом его вышвырят из дома, и он теряет все. И поэтому люди очень часто для того, чтобы не потерять работу, готовы сделать все, что возможно, только либо сохранить свою работу. Но разве это свободный человек? Ну, не знаю, мне кажется, нет, а вам делать выводы свои. Вот поэтому наша задача с вами, чтобы именно понять и не допустить, в первую очередь, внутреннее рабство и внешнее рабство. Потому что без внутренней свободы человек не сможет быть свободным внешне. Потому что, понимаете, как бы сказать, свобода, во-первых, это не просто делать все, что хочу, как раз в этом плане я согласен, что в определении свободы осознанная необходимость. То есть свобода, когда человек действует и своими действиями не мешает жить другим, вот тогда действительно его настоящая свобода. А когда он своими действиями, свободными, в кавычках, мешает жить другим людям, ну, я бы сказал, что это уже не свобода, а диктатура или терзопаразитизм. Потому что паразиты так и действуют. Они действуют свободно за счет того, что превращают всех других в несвободных. Так вот, для чего нужна внутренняя и внешняя свобода? Потому что если будет внутренняя и внешняя свобода, никогда никакой паразит не сможет сесть на хребет конкретному человеку или всей стране, нации, миру. Поэтому вот задача такова, чтобы не допустить этого и начинать с самих себя. И это не всегда просто, но это необходимо, если мы хотим быть свободными. Поэтому после такой немножко вступления, потому что у нас сегодня время весьма ограничено, не так много, я начну, наверное, с тех вопросов, которые уже поступили. И, наверное, по мере поступления вопросов из зала, буду отвечать на вопросы, поступающие из зала, чтобы ответить по маршему объемно для желающих. Поэтому посмотрим, что у меня здесь есть по вопросам. Вопрос такой, как происходит рождение сущности человека, существует ли естественная смерть сущности, в каком возрасте? Но, наверное, этот вопрос интересует многих, правильно? Потому что каждый из нас сидит сущность, и каждому интересует, что с нами станет, после того, как нас не станет. Конечно, здесь многие уже моменты слышали, но понимаете, вот понятие реакарнации, что сущность воплощается и так далее, слова, так сказать, многих на слуху, но немножко хотелось бы прояснить, потому что можно произносить слова, но важно не только произнести слово, важно, чтобы было понятно, что за этим словом стоит. Так вот, как происходит рождение сущности? Но, в принципе, человека, сущность, она, допустим, процесс этот неоднозначный, то есть нельзя сказать, вот взялась сущность, родилась. Потому что процесс формирования живой материи, процесс рождения сущности человека, это процесс рождения жизни и развития жизни на всей планете. Потому что по мере развития живой материи, она все усложняется и достигает такой формы, когда возникают существа, ну, подобные человеку, и тогда возникает сущность человеческая, которая уже имеет разум. Но вот когда появились первые люди, вот часто многие задают вопрос, вот хорошо, вот сейчас уже сколько, скоро уже будет 4 с лишним миллиарда жителей на Земле, а, допустим, 100 лет назад было там чуть больше миллиарда, откуда взялось 3 миллиарда? Если вот каждый раз сущность умирает, а потом входит новое тело, то, получается, должно быть не больше, чем было раньше. Ну, во-первых, для того, чтобы пояснить ситуацию, хотелось бы прояснить картинку встречи. Во-первых, когда, допустим, на нашу планету заселяли, так сказать, наши предки, то, естественно, они прекрасно понимали эволюцию жизни, и не только сами приехали таким или иным образом на эту планету, но и принесли на другие уровни планетарные соответствующее количество сущностей, которые добровольно решили заселить эту планету. То есть заселение произошло не только на уровне физического мира, но и на тех других уровнях, где располагаются сущности. Это первое. Но и этих было не так уж много. А как же происходит размножение сущностей? Забавный момент то, что вот сущности разум, второй томик этот вопрос поднимал, более подробно расписывал, кому интересно было почитать. Но тех, кто не читал, могу просто быстренько так прояснить. Дело в том, что очень часто каждый из нас, особенно в детстве, рождает сущность, неважно, мужчина или женщина. С чем дело связано? Дело в том, что когда сущность воплощается в новое тело, физское тело оказывается на уровне, самом минимальном эволюционном уровне. То есть и происходят ступеньки в развитии, как вот книга писала, фазы развития животного, разумных животных до тех пор, пока доходит до человека, собственно человека. Так вот на предыдущих фазах животного и разумного животного сущность не развернута полностью, она еще не раскрылась. И поэтому потенциал, который физское тело создает, оно создает всегда, в детстве, у всех моторчик такой сидит, что дальше некуда, правильно? Это огромный потенциал. Этот огромный потенциал не расходуется, он доходит до того уровня, где сущность уже развита, а дальше потолок, дальше нет. И у нас происходит накопление. И происходит насыщение, то есть потоками, идущего от физического тела, того, что открытое. И возникает дублирование, дублирование самого себя. То есть получается дублирование сущности, и во время сна, когда это процесс заключается, вот дублирующая сущность уходит вместе с с одной. То есть, как бы, конвейер создал сущность, раз, она ушла. И потом она уже, конечно, эта сущность не полностью копия того, сущность, которая вошла в человека, потому что она не копируется полностью, только копируется частью, которая открыта. И таким образом, во время сна, особенно в детском и юношеском возрасте, каждый из нас создает несколько дубли своих сущностей, которые попадают на уровни соответствующие, и потом воплощаются. И то, что это именно так, в принципе, существует множество подтверждений не только теоретических предположений и моих знаний, допустим, а фактов. В частности, вы знаете, что у людей публичных, которых все знают, очень много двойников. Ну и двойники до того бывают точные копии оригинала, что отличить их весьма сложно. Вопрос, каким образом возникает количество дубликатов, двойников? Именно благодаря тому, что существует не одна копия одной и той же сущности, которая воплощается в разных случаях, в разных родителях, воплощается. И когда человек развивается, если его, допустим, конечно, если сущность воплотилась в одну расу и в другую, там, конечно, различия будет, цвет кожи и так далее, но если в пределах одной расы, то отличия могут быть минимальные. Вот такой весьма интересный пример, как сущность проявляет себя при выполнении. Поэтому сущность рождения. А смерти сущности, в принципе, естественно, смерти сущности не существует. Существует, можно сказать, эволюционная смерть, что это не значит, что сущность погибает. Эволюционная смерть, когда сущность в своем развитии доходит до какого-то своего потолка и дальше уже не двигается вперед. То есть она начинает цикрулировать на одном и том же уровне. А существует, конечно, и смерть сущности, в том плане, как понимать, если понимать смерть, если сущность полностью разрушается. Это может быть, кстати, допустим, действие, если, допустим, человек попал, допустим, с тяжелой кармы, такой наработался на греховное дело, много что значит, создал, так сказать, деформацию своей собственной сущности. Так что после смерти она не может подняться высоко в уровне и попадает в астральные джунгли, где сущности вымерших животных просто пожирают. Конечно, когда сущность пожрут, кто-то другой, то, естественно, она погибает. Это первый вариант погибели сущности, но не рекомендую на него ориентироваться. И второй вариант, когда кто-то по темным причинам делает такие действия, что его наказывают, и наказание, это полная раскрутка. То есть, когда сущность в результате обратной эволюции исчезает полностью, потому что ее действия уже социально опасны в больших масштабах. Вот в таких двух случаях, можно сказать, происходит гибель самой сущности. Во всех остальных сущность не гибнет. Но иногда, мне кажется, эволюционная смерть, когда сущность не двигается вперед, ничуть не лучше смерти такой. Потому что сущность, разум дан существу для того, чтобы двигаться вперед. А если по глупости или по невежеству того, кто этот разум имеет и возможности, он им не пользуется, и, допустим, один раз, второй раз, третий воплощается, сотни раз воплощается, не сдвигается вперед, не на йота, то это своеобразная эволюционная смерть или эволюционный тупик, что мало чем отличается от смерти настоящей. Это вопрос такой, довольно-таки. Дальше посмотрим вопросы. Ну, здесь вот вопрос по книге, насчет того, что я использую славяно-арийские веды, и там привожу Бога Творца Единого. И вот вопрос, ну, никак люди не могут избавиться от понятия Бога. Вот им нравится, сколько пишут, только говорим, что у нашего предка понятие Бога было совершенно другое, чем понятие сейчас. То есть, если внимательно читали книги, то там же я специально пишу, Бог – это иерарх, то есть это разумное существо, достигшего уровня просветления и уровня творения, когда разум достигает возможности влиять на живую и неживую материю и изменять окружающий мир вокруг себя. Вот это вот то, кого называли наши предки Богами. Ничего общего с понятием сегодняшнего Бога нет. Действительно, существует иерархия. Естественно, в каждой иерархии существует глава иерархии. Но глава иерархии – это не значит, что это Господь Бог. И, в принципе, даже если какое-то существо при своем развитии достигло уровня, когда можно создать Вселенную и т.д. и т.п., это опять-таки ничего не значит, что это опять-таки божественная сила, как понимают сейчас. Поэтому я всегда прошу, пожалуйста, не проецируйте временные представления на то, что написано раньше, когда эти представления имеют совсем другой смысл. Понимаете? Потому что если проецировать, то получается ложный смысл. То есть понимание возникает совершенно другое, чем то, что вкладывают наши предки. Поэтому я в своих книгах, опять-таки, если вы читаете и приводите тексты, то там же я поясняю, когда комментарии даю, объясняю, что к чему. Я там четко показываю, что это Бог, это иерарх, то есть существо разумное, которое в своем развитии достигло определенной эволюционной фазы и возможности творить на уровне, там больше или меньше уровня. В зависимости от этого уровня это и есть. А законы, говорится, Бога единого, Бога Творца, они даже там пишут, Бога Творца, то есть творящего и т.д. Но вопрос, опять-таки, я всегда привожу пример. Хорошо, вы говорите, вот Бога, оперируйте на понятие Бога из Ветхого Завета, Тора, Ветхого Завета, Нового Завета. В основном это Тора, как источник, первоисточник всего и вся. Ну, почитайте внимательно или Тору, или Ветхого Завета, почитайте, не пленитесь. И вы увидите, что то, что описано создание Богом Вселенной, как называется, это то, что на уровне представления, ну, весьма примитивном. То есть на уровне тех людей, которые создавали эту книжку. Потому что современное же представление, говорят, что совершенно по-другому все происходит, и совершенно по-другому все по-другому было. Вопрос. Если бы те люди, которые действительно имели представление о Боге, от самого Бога, то они должны быть изгладать не свое понимание, как они понимают, а то, что Бог им говорил, записать хотя бы правильно. А если там ничего нет, а только есть представление тех людей, которые Земля, это центр Вселенной, и т.д. и т.п., понимаете, то для меня, например, ясно. Диагноз. Но для большинства людей они не обращают внимания на такие, в принципе, очевидные вещи, что если Бог действительно создал Вселенную, то Он прекрасно знает, как Он ее создавал. И будет изгладать не как думают другие, а наоборот, извините, вы не правы, вот так нужно и т.д. И, по крайней мере, если кто-то первый изложил это неправильно, скажем так, то сколько было моментов, когда там пророки, мессии контактируют с Господом Богом, и он должен подкорректировать. Но за это время ничего не подкорректировалось. Странно. Значит, то, что навязывают, это действительно примитивно. И примитивно, и там, правда, одно не примитивно в этом. Там те, кто создавал, прекрасно знали так называемое нейрологическое программирование. То есть, если человек недостаточно подготовлен, недостаточно грамотно с этими вещами, будет читать такую книгу, он прозомбируется так, что он будет понимать то, что от него хотят, а не то, что он все равно на самом деле. Поэтому в этом плане, конечно, любопытно, но, тем не менее, все-таки, я рекомендую внимательно читать не только отрывки из славянно-арийских вед, что я привожу, но и комментарии, которые там написаны по поводу того, что это значит. Но в любом случае, это не только у этого человека. Вот вы пропагандируете славянно-арийские веды. Я не пропагандирую славянно-арийские веды, а я использую славянно-арийские веды как источник достоверный о том, которому описывают события, которые происходят в прошлом. И в своих книгах я показываю то, что события, которые описаны там, они, естественно, изложены определенным языком, определенным форматом, но важно то, что они отражают реальные события, которые происходят в нашем прошлом. И поэтому я не делаю пропаганды славянинским ведом, а делаю, использую их как исторический документ достоверно, потому что есть уже и доказательства, что то, что изложено там, это не является фабрикацией, а есть действительно реальные источники, те же самые золотые пластинки, часть которых уже известна, другие, надеюсь, появятся в ближайшее время доказательства и так далее. Моя задача в том, чтобы попытаться восстановить то, что действительно было на нашей планете, чтобы по крайней мере было понятно, и каждый человек мог сделать собственный вывод, не чей-то вывод, знаете, как авторитет, существующий исторический школ, существующий в мире, в России в частности, это не истории, не реального прошлого, а позиции авторитетов. То есть, какой-то авторитет сказал вот так. И все, и все ссылаются на авторитет, и предполагают, что тот авторитет что-то знает точно, и чем-то располагает. Но если посмотреть работы всех остальных, то они все переписывают и ссылаются на тот авторитет, который они считают авторитетом, в истории в частности. Но, если пойти копнуть глубже и обратиться к авторитетам и спросить, хорошо, вы сделаете такие выводы, на основании чего они сделаны. И оказывается, что никаких фактических материалов, на основании которых они сделаны, они привести не могут. То есть, другими словами, это определенный заказ, определенный групп лиц, который отображается в этом. Поэтому, понимаете, то, что существует сейчас в мире история, это не история в том плане, не говоря, что оно значит, но это не наука о прошлом цивилизации. Это политическая, не сцена, а роман своеобразный, который отражает интерес той группы, которая заказывает. Понимаете, я ставлю свои задачи следующие. Сделать так, чтобы прошлое Земли не зависело от того, сегодня это выгодно одному так трактуется, завтра выгодно другому так трактуется, по-седавтра третьему, по-третьему трактуется. Прошлое, оно единственное, единое и не может быть зависит от желания и мнений субъективного какого-либо. Оно есть, как оно есть. Понимаете, именно в этом плане, я и наизложил в своей первой книге, именно систему, которая позволяет увидеть механизмы и движущиеся силы социального организма. Да, действительно, существует влияние личности на социум и обратное. Но, как конкретно личность, может или затормозить, или ускорить процесс развития социума. Но оно действует, личность любая даже, действует в пределах того социума, того организма, которым оно существует. Поэтому, если мы увидим такое, что вот прошлые планеты, и в частности наши страны, не есть чье-то желание и чье-то изображение, пропускание через себя, а объективный процесс, вот тогда действительно прошлое станет интересным. Очень многие люди мне присылают письма на сайтах, говорят, что вот после прочтения книги у них появился действительно реальный интерес к прошлому, Земли и страны в частности. Почему? Потому что люди на уровне подсознания, на уровне генетики, оторгают фальш, который они видят, который им приносится в традиционной школе. И, естественно, что когда они видят, что это действительно очень интересно, возникает бурный интерес, и люди начинают копать глубоко, находят сами очень много интересных фактов, которые действительно и интересны им, и интересны другим. И человек оживает, и в любом случае существует там поговорка, у человека без прошлого нет будущего, а у нации без прошлого нет будущего тоже. Поэтому, какое прошлое, такое будущее. Если нам сейчас навязывают прошлое, что мы примитивы, то в будущем, кроме примитивизма, ожидать нечего. Поэтому здесь, опять-таки, не нужно придумывать, как я говорю, одно дело, как другие народы придумывают все истории, которых никогда не было. Но и то хорошо, потому что они пытаются поднять свой народ на другой морально-нравственный уровень. Нам с вами не нужно ничего придумывать. Наши предки имеют такой уровень развития цивилизации, который не снился в самых фантастических сынах большинства людей. Так вот, нам не нужно ничего придумывать. Нам нужно просто восстановить то прошлое, которое было у наших предков, чтобы не только гордиться им, а чтобы действительно даже двигаться вперед, и главное, не повторять их ошибки. Почему нужно прошлое хорошо знать еще? Для того, чтобы не повторить те ошибки, которые были сделаны нашими предками. Вот это единственный существенный момент, который нужно понять. Без понимания прошлого мы не сможем пойти вперед. Почему? Не нужно ломать дрова, которые уже были сломаны. Не нужно повторять ошибки и наступать не же самые грабли десятки раз. Уже наступили наши предки. И за это и они расплатились, и десятки поколений после того тех, кто наступили на грабли, тоже расплатились. Поэтому пришла пора перестать наступать на грабли. Пойдем дальше в вопросах. Теперь давайте уже вопросов из зала поступил. Буду уже вопросов из зала периодически тоже брать, чтобы равномерно было. Вопросы в письменном виде подавайте. Ну здесь спрашивается по поводу распространения моих книг в Штатах. Но распространение моих книг можно, по крайней мере, как то же самое, как здесь пока делается, через интернет и так далее. В ближайшее время планируется создать и издать уже в массовом количестве людей. Здесь, но вопрос, почему, допустим, не издается в массовом числе здесь много причин. Но одна из основных причин в том, почему я выбрал именно интернетовский вариант распространения книг. Объясню. Вот Надежда Яковлевна может подтвердить из собственного опыта. В свое время еще до моего приезда была в России издана книга «Неродная вселенная». Всего 5 тысяч копий, да? И что она делала? Ходила по магазинам книжным, чтобы распространить книгу среди желающих. Ушел сам настоящий саботаж. То есть никто книгу не хотел принимать, брать и так далее, и так далее. Мы говорили, что книгу никто не спрашивает, а люди звонили и говорили, мы приходим в магазин, где вы говорите, книжку должно быть, а там говорят, у нас книг нет, нам не приносит издатель. Издатель приходит, на Иже Яковлевном случае приходит и говорят, а книг никто не спрашивает. Ну и так далее. И там вот интернет-магазин «Озон» может слышать такой. Она дала там несколько книг, книги были куплены сразу, быстро. И в течение полугода там висела надпись, типа книга такая, вы заказываете, то есть вы заказываете. То есть человек оплачивает деньги. И там написано, что мы не гарантируем, потому что не знаем, когда издатель предоставит нам книг. По мере поступления книг мы вам будем высылать. Она приходит, ей говорят, никто не интересуется и так далее. То есть если человек заплатил деньги, он будет ждать, а потом ему даже денег не возвращают, а ему предлагают другие книги покупать на эти самые деньги. То есть, понимаете, саботаж шел длительный. Я сначала не думала, что это саботаж, она тогда думала, что книга сложная. Поэтому я всегда ее добивал, знаете как? Я выдавал все статистику, сколько каждый месяц скачивается книг. Так вот, через больше, чем через год книга была высвана на интернете, а было из нас всего 5 тысяч книг. А это по двух сайтам, где счетчики существуют. Так вот, с 15 января 2007 года, то есть, вот сейчас за два года, уже скачано 60 тысяч, 60 тысяч 549 тысяч книг. То есть, почти 61 тысячи книг скачано. Значит, людям это интересно, правильно? Поэтому задача не только издать книгу, потому что саботаж идет так, что для того, чтобы ее продать, допустим, нужно распределить по соответствующим точкам реализации книг, там эти точки должны принять, выставить и так далее, и так далее. Вот пока не будет существовать, не будет существовать своя собственная система распределить книг такого плана, ничего другого, как саботажа такого плана, ожидать не приходится. Поэтому я и решил действовать в другом смысле, через интернет, который никто и никак не может контролировать, пока еще. И видите, какой результат. Поэтому, если кто хочет распределить книги в те же самые штатах, могу сказать следующее. Можно распечатывать книги, и как здесь делают иногда, кто хочет иметь солидную материальную книгу, или на диске, или распечатывать, и распределить таким образом. Другого варианта пока не вижу. А вот когда будет создана система распространения, кроединенное печатание книг, сеть распространения, магазины, все склады, и, соответственно, сюда будет все прекрасно. Пока еще этого нет. Дальше. Спрашивает, может ли вы сегодня повозить, чтобы положительные гены стимулировать, пробудить, подтолкнуть. Ну, попробую. Но дело в том, что, понимаете, даже если я подтолкну гены, которые спят, гены это хорошо, но если вы не приложите колоссальный труд, то даже пробужденный ген ничего не сделает. Дальше. Значит, тут довольно-таки, наверное, многие вопросы интересны. Что такое потенциал, наработанный за день? Потенциал, наработанный за день, это не что иное, как вот, допустим, кушаете вы, так, еду. Человек пока, в большинстве случаев, если он не вампир энергетический, получает свой потенциал за счет преобразования пищи, которую он употребляет. Вот пища, которую мы употребляем, у нашего органа на уровне клеточном расщепляется, и тогда, как я называю, первичные материи высвобождаются, они насыщают все уровни сущности и обеспечивают функционирование всего организма человека. Потому что человек, это не только физическое тело, это все уровни сущности, вместе это единая система. И вот почему нам нужна пища? Потому что расщепляя пищу, мы вот насыщаем и обеспечиваем функции всего и вся. Поэтому потенциал, так сказать, дневной, это то, что мы нарабатываем в результате того, что переваривается система, перевод органики в чистые, свободные пищи материи, которые и являются тем топливом, которое мы сжигаем для того, чтобы думать, для того, чтобы делать работу какую-то, и вся наша деятельность. Вот то, что называется дневной потенциал. Поэтому под дневной потенциалом мы поразимаем то, что в течение дня человек получает в результате такой трансформации. Плюс-минус из этого эмоции, которые выбрасываются, потому что когда человек эмоционально, все, наверное, испытывали, когда очень сильные эмоции, неважно положительные или отрицательные, после этого человек выжатый кремон. Слабость чувствуется, испытывали все, наверное, да? Вот это когда мы, как фонтан, вышвыриваем из себя мощный потенциал эмоций. А что такое эмоции? Это, опять-таки, выброс наступленного уровня нашей сущности, вот этих, что называют, первичных материй. Поэтому, если вот стресса и эмоций выбросов будет меньше, значит, мы получаем больше потенциал, для того, чтобы мозги развивались больше и могли сделать то, что нас называют разумными людьми, действия, творения и так далее, и так далее. И спрашивают, лечение вашими сеансами происходит через усиление болезни, как долго? Ну, во-первых, лечение не происходит через усиление болезни, а просто происходит, под воздействием происходит, начинается изменение состояния. Дело в том, что, когда я работаю с каким-то конкретным человеком, то я стараюсь учесть его индивидуальные особенности, чтобы не изменизировать, как-то, негативные побочные эффекты трансформации. А когда это идет в воздействии с сеансом, невозможно учесть всех и все особенности. Поэтому, когда происходит процесс восстановления, то происходит своеобразное такое вот, во-первых, идет, понимаете, люди часто очень не имеют правильного понимания, что такое болезнь. Вот, допустим, мы болели, допустим, болезнь прошла, она пришла на хроническую фазу, так? Спасибо. И мы вроде бы ничего не чувствуем, да? Потому что наши нервы никаких сигналов о происходящем не дают. И мы считаем, что это все в порядке. На самом деле это совершенно не так. На самом деле в нашем организме продолжают процессы отрицательно разрушающие, потому что хроническая болезнь, это очень плохо, нехорошо. Разрушение идет дальше. И если мы не чувствуем, только по одной простой причине, что у нас мозг принимает данное состояние к новой норме и уже не реагирует на те патологии, которые уже есть. Так вот, когда идет процесс воздействия, идет воздействие и организм начинает перестрадать. Что это значит? Во-первых, что такое хронические болезни? Чем это сейчас хроника, не хроника? Хроника – это когда уже в организм возникают морфологические изменения тканей. То есть, что такое морфологические изменения? Чтобы было понятно, что многим людям слово, может, знакомо, но что за этим стоит, наверное, не очень. Так вот, любая инфекция, любые химические вещества, которые попадают в наш организм, они попадают в клетки, в каждую клетку, одни больше, другие меньше, зависит от диапатологии. И что происходит? Это химические вещества. Клетка – это биохимическая организация в нее. Поэтому, когда появляются в ней активные, агрессивные химические вещества, которых там не должны быть по природе, эти химические вещества вступают в химические реакции с другими, химическими элементами, органическими и органическими молекулами, которые находятся в нашей клетке. В результате этого происходит, возникают связи, которых не должно быть, и разрушаются связи, которые должны быть для нормального, здорового существования клетки, отдельной в частности. А если взять в орган, ткани, тогда это просто уже проектируется на все остальное. Что получается? Химический состав и структура клетки изменяется. Она уже не в состоянии выполнять те функции, которые она должна выполнять раньше, когда вот их изменений не было. Так вот, для того, чтобы человека сделать здоровым, нужно все это вернуть к норме. То есть, убрать все эти связи, которые не должны быть, и в основном связи эти должны быть, для того, чтобы клетка вернулась к здоровому состоянию, когда она может выполнять здоровые функции. Если это не сделать, никогда человек здоровым не будет. Это одна из причин, почему со временем медицины никогда не сможет влечить человек. Потому что некими методами они не смогут взять, изменить клетку и вернуть ее к тому, чтобы она была так, как была до болезни. А часто еще бывают, многие клетки несут в себе генетические патологии, нарушения. И болезни возникают из-за того, что они были присутствуют в клетке. Для того, чтобы сделать клетку здоровым, нужно убрать генетические нарушения, чтобы восстановить так, чтобы такие патологии не возникали. Поэтому со временем медицины никогда не сможет добиться никакими средствами, потому что она даже не понимает этого механизма, деталей, о которых я уже рассказал. Так вот, когда сеанс идет, конечно, вы должны понимать, что оздоровительный сеанс, это предназначен конкретно для вас. Это общий оздоровительный сеанс, потому что для каждого человека можно подбирать индивидуальную программу. Это, в принципе, сделать невозможным из-за того, что даже на одного человека потратить 2-3 минуты, это посчитать сколько займет времени. А вот таким образом, общий оздоровительный, я создал специальную программу, запускающую процесс восстановления, очищения и так далее. Естественно, что это происходит, иногда болезненно, что выходят шлаки, начинают выходить, которые, что не нужно, выбрасываются и так далее. Мусор лишний из квартиры заметается, клеток имеется в виду и так далее. Естественно, это может быть не совсем приятно. В некоторых случаях это может быть очень болезненно. Допустим, иногда если большая доза для кого-то, может быть, вообще, к примеру, забавный случай, один, когда доза была большая, у одного человека был геморрой, которому уже говорили, что нужно делать операцию. После одного воздействия, такого непрямого совершенно, человек всю ночь, мужчина, как говорится, рыдал, буквально в смысле слова, потому что боль была жуткая. Но наутро никого геморрой не было, никого переснил. Это не каждый выдержит, поэтому желательно, когда я делаю программу, я делаю программу сбалансив, чтобы средний уровень захватить. То есть, кого-то будет не столь сильно, кого-то чуть больше, но так, чтобы не было перегруза, потому что перегрузка дело серьезное. Может быть, человек не выдержит и может в состоянии, так сказать, потеря сознания и так далее, что если нет контроля, то это, может быть, не очень хорошо становится. Поэтому здесь нужно просто-напросто быть немножко терпеливым, пока этот процесс пройдет, очистка и восстановление тканей и клеток, и у кого-то больше, у кого-то меньше, зависит индивидуально. Поэтому сказать сколько, два дня, десять дней, два года, может быть, от одного дня до нескольких лет, зависит от того, что, какие проблемы, и как человек реагирует. Дальше. Ну, здесь спрашивают по поводу бессонницы и плохом сном. Вот попробуйте, опять-таки, посмотреть те же самые сеансы, которые, может быть, действительно поможут, а если нет, тогда уже будем думать что-то другое. Пока. Из каких источников вы берете информацию? А у меня есть секретная библиотека, да? Или я в сеть включаюсь, так вот, да? Конечно же, поймите следующее. Информацию нельзя ее брать. Информацию, в большинстве случаев, я получаю сам. То есть, это не то, что, как существует информационное поле, типа, вилка есть? О, включился, информация есть, да? К сожалению, вот это понятие, так называемого информационного поля, когда вот, типа, вот мы должны только включиться в него и получить информацию, это большое заблуждение, и, ну, скажем так, по крайней мере, те, кто читает, что он подключается в информационное поле, они очень сильно облюбаются, я бы сказал так. Они во что-то подключаются, вне всякого смысла. Это вопрос, во что, куда и зачем и почему. Потому что, когда подключение информационного поля, то начинается самое забавное, что человек получит информацию на уровне своих собственных представлений, не более того. И это проходило с наблюдением очень много, и в основном это воспользуются астральные паразиты разных уровней, которые начинают манипулировать сознанием людей, и ни к чему хорошему это не приводит. Несколько примеров, я это вам приводил в своей книге автобиографии. Кому интересно, почитайте, там детально все изложено. Но информацию нельзя получить, ее никто не даст. Вот я недавно объяснял, когда было несколько встреч, что вот, типа, вот, нужна информация. Опять-таки, поймите следующее, что информацию, например, скажем так, если человеку, ребенку дать, коробочку с красной кнопочки и сказать, вот на эту кнопочку не нажимай, но это бубу будет, большое бубу будет. Скажите, что ребенок сделает через несколько минут после этого? Понимаете? Именно так. Дело в том, что некие, как говорится, многие космические силы, цивилизации, высшие иерархии, никогда никому не придут знания больше того, к чему он уже достиг. И вообще знания не передаются в том плане. Вот то, что я делаю, это я даю фундамент для того, чтобы сориентироваться, чтобы правильно двигаться. Я не даю инструкцию. Так, пункт А, переставь отсюда сюда, пункт Б, отсюда сюда, пункт С, переставь сюда, пункт Д сюда. Бум, взорвался. Понимаете? Потому что необходимо, понимаете, в свое время, когда, сейчас очень много действительно контактеров, вам, наверное, не секрет, да? И все, которые получают информацию, получают и получают. И иногда информация соответствует действительности. Но они не понимают, что эта действительность информации не совсем совпадает, но это игра определенная. Потому что, опять-таки, в книге своей автобиографии я приводил несколько примеров, почитайте более подробно. Но, в двух словах, сейчас скажу, что когда кто-то начинает выходит на контакт, это естественно, что у данного человека есть определенный потенциал, качество для того, чтобы действительно выйти на уровень творения. Но этот потенциал очень много паразитов, которые хотят покушать, вместо того, чтобы того, кто его имеет, использует для своей цели. Так вот, что каждый им покушает? Ведь человек все-таки не полный дурак, правильно? Каждый его обмануть так, чтобы получить то, что нужно, и чтобы при этом человек думал, что он все получил, то, что ему нужно. Очень просто делают. Сканирует мозг человек, в этом отношении умеет делать. Человек не умеет, но они-то умеют. Если человек верит в Бога, они говорят, что это Господь Бог, или Ангел небесный, и так далее, если человек верит в инопланетян, значит, появляется инопланетян, мы пришли с такой-то планеты, с такой-то звезды. И хотя бы подумали люди, извините, называют название созвездия, которое имеет человек сам. Вот мы называем созвездия лебедя, да, к примеру. Ну ведь, или другого там. Но ведь это созвездия, которое люди дали, живущие на Земле, никогда там не были. Как вы думаете, дадут ли такое же название тех, кто там живут, своему собственному, ну, системе звездной? Конечно, нет. Так вот, и говорят, и начинают лапшу вешать на уши, и так далее, и так далее. И потом, что делают очень часто? Человек все равно сомневается, как бы, как решить проблему сомнений? Очень просто. Они дают факты, которые могут посмотреть, что произойдет на уровне земном, там, авария, там, катастрофа какая-то такая, то, что можно легко проверить. Вот, говорят, за несколько времени говорят, вот будет такое, такое случится так. Люди, а, вот, ждем секунду, секунду, бум, случилось, все так, как было сказано, так? Один, два, три раза. После того, как несколько раз прошло, уже никто не сомневается в том, что идущая информация, в кавычках, является истиной. Вот, как это получилось, после этого начинают сливать информацию, ту, которую проверить нельзя, но, которую просто для того, чтобы ввести заблуждение, и получают такую информацию, о, потолок, один пример, далеко ходить не нужно, может, кто-то слышал, когда я приехал, сразу, вскоре после приезда из Штатов сюда, там, мне передали из, что, типа, есть такая, группа, Владимира Весик-Всевышнего, когда ему сказали, что я приехал, что я говорю, он поговорил со Всевышним, и Всевышнему передал, не пройдет еще и года, как он был стерт в земной реальности. Вот один из примеров такого, так сказать, контакта. Ну вот, мне это сказали, вот вы знаете, вот вам, так сказать, вот такое сказали по поводу вас. Я специально подождал, что прошло чуть больше года, ну как же, ну Бога нужно уважить, правильно? Подождал, чуть больше года, потом говорил, вот, то-то, 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 вот, мне передавали, что Владимир Весик-Всевышний, говорил, что ему передал, говорит, что Всевышний, что не пройдет и год, так я буду стерт с лица этой реальности. Уже прошло год, сейчас уже больше двух лет прошло. Я говорю, ну я пока еще не стерт с лица реальности. Это что? У Всевышнего стерка стерлась, до конца нечего, он ждет, Кранова придет, или так далее. Понимаете? И вот что самое интересное, вот таких людей слушают, почему? Потому что они говорят с опломбом, с абсолютной уверенностью, фанатично. И многие начинают верить. Ну извините, какой это Всевышний, если он вещает, ну, если бы не сказал бы другим, я еще понимаю, а то всем своим последствиям он заявил, Владимир заявил, что такое произойдет. И ничего не произошло. Ну как же это понимать? Какой-то Всевышний. Понятно, какой Всевышний. И я сказал, ну вот пожалуйста, я пускай Владимир Вестник Всевышнего придет, я помогу ему освободиться от такого Всевышнего, он увидит, кто такой его Всевышний. Ну почему-то до сих пор не пришел, видно стыдно. Или не хочется терять позицию Вестника Всевышнего. Ну и так далее. Понимаете, вот людей, вот из-за того, что, извините, незнание или невежество, понимаете, вот в данном случае есть два понятия, незнание и невежество. Что такое незнание, когда человек, это естественное состояние, когда человек что-то не знает, и он может изменить состояние, то есть он займется этим вопросом и узнает. Что такое невежество? Это когда человек не желает знать, имеет возможность получить нужное понимание, но он его отрицает и не принимает. Так вот, до того, как Вестник Всевышнего провещал насчет того, что я буду стерт, у него было незнание. Он был обманутый тем, кто представался ему Всевышним. Паразит определенный, сидящий на уровне. Так вот, после того, как то, что Всевышний не выполнил свое слово, то, что он говорил, после этого Владимир становится из незнающей, превращается в невежду, потому что он не хочет знать правду, потому что правда ему не угодно, неудобно. Вот и все. И могу приводить таких примеров бесконечное множество. Поймите, у многих людей, которые от природы есть задатки, они почему-то думают, что вот я вытащил голову чуть выше, а там только одни ангелы небесные летают, только хорошие. Да, к сожалению, первое, что наталкивается, если человек продривляет, другой, нижний астрал, то, что в религии называется адом. И никаких там ангелов, естественно, быть не может. И вот эти паразиты, которые у вас странные паразиты, в котором находятся, они все делают, чтобы покушать человека как можно больше. Таких вариантов очень много. И люди покупают, вместо того, чтобы зададуматься, задать себе вопросы и так далее, они это не делают. И вы знаете, разные бывают варианты таких вопросов. Как тоже другой вариант, Надежда Яковлевна доставала один человек Соболев, Соболев, от Шене, там на Северном Урае сидит. Он говорит, вот меня назначили правителем Вселенной его. И он типа говорит, чтобы пускай Левашов идет под мою руку. И звонил, и звонил. Доставал Надежда Яковлевна. Он говорит, ну что мне с ним делать? Я говорю, Надежда Яковлевна, в следующий раз позвоните, он позвонит, скажите ему, что если ему продолжать дурака валять, я дам по мозгам и ему, и тех, кто его назначили правителем Вселенной, вы знаете, почему-то те, кто его назначили правителем Вселенной, никак не среагировали. Ну, какой же хам такой Левашов, взял и сказал, по мозгам дам. Но он же должен быть обидится. Исчез и Соболев, и вместе с его назначившими. Понимаете, вот жалко таких людей. Я понимаю, что самое жалкое, самое страшное, знаете, что жалко? У этих людей, у многих действительно есть потенциал, качественный потенциал, позволяющий им действительно может выйти на уровень творения. И быстрее или раньше достигнут возможности творить на больших масштабах. Но из-за собственной дурости, эгоизма, амбиции, желания быть, так сказать, пупом Вселенной, они эту возможность уничтожают. Понимаете, вместо того, чтобы стать тем, кого они хотят быть, они делают все возможное, чтобы этого не было. Забавно? Поэтому, если вернуться к информации, информации, так сказать, не дается никем, и мне никто ничего не дает. Когда мне нужна какая-то информация, я сканирую, обрабатываю информацию, делаю выводы, подтверждаю, потом стараюсь, ну, допустим, фактами, которые необходимы. Поэтому, допустим, то, что читал статьи по источнику жизни, вот пример, это никто мне не передавал, это просто я изучал живую материю, изучал, как можно что-то сделать, и создавал на основании понимания возможность сделать так, чтобы это было лучше. И опять-таки, это не то, что информация висит, вот возьми, получи и так далее. Это идет, как говорится, и сельская работа настоящая, по другому документу, непривычным способом совсем. Создается прибор, неважно, как он создается, и потом смотрится, коррекция здесь, нужно туда вести это, туда вести это. В результате чего? Возникает то, что возникает. И это исследование, и изучение, и создание, а не получение вот готовой информации. Пошли дальше вопросы. Не совсем понятный вопрос, потому что здесь говорится, что у наших предков в календаре было 9 дней в неделю, и 9 месяцев по 40 дней. И раз в 16 лет накапливался еще один день. Как наши предки решали эту проблему? Ну, во-первых, непонятный вопрос, в чем решали. Ну, дело в том, что, опять-таки, да, раз в 128 лет. Это просто, опять-таки, наши предки, вот то, что даже написано, говорит, что посчитайте, 9 месяцев по 40 дней, сколько дней получается? 360. Сколько сейчас у нас на дней? 365. О чем это говорит? Что когда наши предки создавали календарь, земля вращалась несколько медленнее, чем она вращается сейчас? И было 360 дней. Вот, кто читал продолжение России Крислава, последнюю главу, я там анализировал, мне удалось раскопать информацию по поводу древних представлений индейцев майя, где у них был календарь интересный тоже. 360 дней в году плюс 5 дополнительных. И что эти дополнительные дни появились после катастрофы, когда были наказаны бога. Ну, почитайте, кому интересно. И наших предков имелось 360 дней в году. Как раз о чем это говорит? О том, что эта информация говорит о том, что наши предки жили в то время, когда у нас была еще вторая луна, была раньше 3, но была вторая луна от Эфата, которую наши предки называли, которую я привожу из Славян-Арески вверх. В результате действия она была разрушена, упала, и после ее падения она уже больше не замедляла своей гравитацией, вращение Земли вокруг своей оси. И наша Земля стала прощать чуть-чуть быстрее. И в течение года она стала набегать лишних 5 дней. Это отражено в целых рядах легенд, которые я свел полностью в последней главе, показываю, что это действительно реальный факт, подтверждающий не только на уровне легенд, но и на других фактах, подтверждающий то, что действительно у нас была еще одна луна у нашей планеты, и была катастрофа, которая случилась 13 тысяч лет назад. А то, что там дополнительные сутки раз в 128 лет, это означает, что, поймите следующий, что любая дни недели, часы, кстати, у нашей предки было в сутках 16 часов, а не 24, вот, часы и так далее, все это условные единицы, которые человек вводит, они не существуют в природе, это условные единицы, введены человеку для удобства, своего собственного удобства. Поэтому эти единицы, они старались максимально приближать, действительно, все равно, как говорится, скорость вращения, допустим, не 100% совпадала, допустим, с уточным, плюс скорость вращения вокруг, оборот вокруг Солнца не ровно 360 дней, а, допустим, 360 дней, плюс, там, сколько-то минут, условно, скажем так. И поэтому, значит, 128 лет, вот это накапливалось одни сутки дополнительные, которые вызывались то, что наши условные единицы не соответствуют абсолютной реальности. Только подтверждает то, что единицы, какие время и так далее, условные единицы, они абсолютные, как бы пытаются сейчас их изобразить. Дальше вопрос. Это просто другое. Здание, высокий привет, передаю, спасибо. Здесь спрашивают о методах очищения пищи и насыщения жизненной силы. Я думаю, что здесь действительно будет, наверное, любопытно многим, потому что каждый из нас есть еду, хотим это и нет, пока мы не можем обходиться без он, и мы должны употреблять пищу. И естественно, что в ней часто не очень много полезных веществ. Конечно, не всегда у всех получится все и вся, но даже если каждый человек уберет 5-10% вреда, а может и больше, от того, что есть в пище при очистке ее, то в конечном итоге это будет большой плюс накопленный в течение всей жизни. Поэтому, что нужно делать? Очень просто, вы даже можете проектовать, вот допустим, сейчас вот каждый может взять руки, расставить на расстоянии и пробовать сейчас. И вы просто попробуйте, при нормальном настроении вы начнете почувствовать как бы поток, такой электрический ток идет между руками и в руках. Добивайтесь этого, да? Вот кто добился, значит прекрасно, кто не добился, постарайтесь настроиться, что можно растереть руки, чтобы активизировать кровообращение и так далее, добиться того, чтобы вот ощущение такой активности в руках. Вот вы тем самым активизируете потоки, идущие между вашими двумя руками. И теперь берете пищу или воду, допустим, и бум, раз, но если просто так поставить, ну, пользы к этому будет, но не так много, но если вы вот создадите такое и настроитесь, что все отрицательное, то есть то, что отрицательное для вас и так далее, расщепляется и создает такой поток, то это произойдет. И интересно, что если действительно у вас впадет в резонанс с токсинами, разрушением шлаков и токсинов, которые в пище, ядами, то вы почувствуете, как между руками усилится поток этот. Вот это вы создали, этот поток усилится и пойдет значительно мощнее и сильнее. и когда это расщепление произойдет, то, что вы сможете расщепить, вы почувствуете, как поток прекратился. Или у вас он иссяк, или завершились работы. В любом случае, даже пускай это будет не столь эффективно, не 100%, скажем так, но если частично каждый человек будет уничтожать шлаки, токсины в своей еде, то это будет большая польза. Так что пробуйте, это не так сложно. Дальше, вопрос. Ну, опять-таки, здесь спрашивают по поводу генератора, который в источнике жизни. В принципе, опять-таки, в источнике жизни я описывал, что этот генератор создан из так называемых темных материй или первичной материи. он не имеет вот такой формы, как вот здесь вот такой стакан с водой, он не имеет. А дело в том, что первичные материи, они абсолютно материальные и реальные. Просто можно создать прибор, который будет находиться здесь, его даже не чувствовать, ну, если человек достаточно нет развития чувств, он не будет его не видеть, не слышать, может проходить через него и не чувствовать даже. Но это не значит, что он не существует и не действует. Просто как его сделать, к сожалению, если я объясню, к сожалению, человек его все равно не сделает. Поэтому пока не вижу смысла даже говорить. Это просто о подробности, более-менее сложно, что это почитать, я там в деталях описываю, что это создается из темных материй, что он трансформирует, изменяет, влияет на качественное состояние пространства, влияет на измерение качественного состояния пространства, свойства, качества и самого пространства и влияет на растения, изменяя их свойства и качества. Но, опять-таки, если я это расскажу, сделать это весьма будет сложно по многим причинам самому человеку. Дальше вопрос. Громче микрофон говорить просят. Ясно. Я думаю, что чаще всего нужно будет говорить без микрофона. Думаю, без микрофона мне услышать все, а с микрофоном не все, как видите, вижу. Такой забавный вопрос. Как вы относитесь к эксперименту с коллайдером? Отрицательно. И объясню, почему. Зачем тратить многие миллиарды долларов, которые ничего не даст? Что они смогут выяснить с помощью этого? Ни черта не выяснил. Вместо того, чтобы пересмотреть фундамент свой, собственный, они начинают играться в игрушки, которые стоят... Знаете, я думаю, что в большей степени это создано для того, чтобы Яков показать, что современная фундаментальная наука что-то делает в познании мира. А на самом деле это ничего не даст. Просто без изменения фундамента, принципиального подхода к природе Вселенной это ничего не даст. А во-первых, все так понятно. Нужно просто читать книжки другие, а не только свои собственные. Я-то их книжки читаю, а они напрямую не читают. Почтение пытается найти уже написанную книгу 10-15 лет назад. А если говорить о том, что они ищут, то я всегда привожу такие забавные примеры. Кто физику изучал, даже в школе, помню, по крайней мере, мы, когда были школьниками, изучали кризис физики 30-х годов, когда ядерная физика зашла в тупик из-за того, что была потеря массы. То есть при ядерных реакциях куда-то масса исчезала. И там физики уже и стрелялись, и с ума сходили. Как же так нарушается закон сохранения материи? Он не может нарушаться? Была создана в 29-м году конференция в городе Генуя. И там, на этой конференции, долго мучили, рожали, крейфеи физики, ничего не могли родить. И тут встает молодой физик, итальянский, забыл фамилию, и говорит, а давайте обозвем вот то, что теряется нейтрино. Мы его не можем ни поймать, ни загрегистрировать, но оно есть. Вот на него и спишем все грехи. Знаете, когда я бы раз проверяла, пожар, все сгорело, там все было, все сгорело. Например, тот же метод применили физики. Придумали, вот все это, что теряется массу, уходит с нейтрино. Это в 29-м году было. Все успокоились, главное, немедленно. Все физики успокоились. Уже больше никто не стрелялся почему-то. С ума не сходил. И до сих пор никто это нейтрино не смог обнаружить. Хотя тоже и на Аляске построен глубоко под землей колоссальный прибор, специально в физиковом ящике существует понятие пузырьковая камера, где они считают, что с частицы проходящие оставляют свои следы. Вот они изучают все следы, которые там проходят, и пытаются определить. Где же нейтрино? До сих пор не нашли. Но в конце 80-х был другой процесс, который тоже никто... Даже конференции не собирались. Странно. Когда потерялась часть массы, конференцию созвали. Стрелялись. Но когда в конце 80-х во время экспериментов, ядерщиков опять-таки, они проводили эксперимент по синтезу частиц. То есть, по закону сохранения материи, если две частицы разгоняются с большой скоростью, лобовый удар ударяется друг от друга, и возникает новая частица. И по законам физики, новая частица, масса новой частицы должна быть... По совокупной массе должна быть меньше... Масса должна быть меньше или равно совокупной массе частиц всего простущей. Это закон сохранения материи. Знаете? Так вот, когда определенные частицы, я точно не помню, какие нужно поднять, на определенную скорость осталкивали, возникала новая частица, масса которой на несколько порядков была больше совокупной массы частиц ее образующих. То есть, в 10, 100, 1000 раз больше, чем те частицы, которые образуются. Эта масса не исчезла, масло появилось неизвестно откуда с точки зрения. И не маленькая доля, не 1-2%, как с нейтрино, а, извините, 1000% добавилось. Но почему-то, я не слышал, чтобы хоть один физик расстрелился после этого. Почему-то я не слышал, чтобы была создана конференция. А вы знаете, почему они делали? Потому что они понимают, что если создать конференцию и говорить об этом, то нужно полностью отказаться от того фундамента, на котором они стоят, и переделать фундамент, а им не хочется, потому что они все ипполеты свои получили за создание того фундамента, которому они стоят. Так, извините, это не ученые, а чиновники от науки. Потому что, с моей точки зрения, настоящего ученого должна быть интересована истинно, а не свое положение в социуме. И любому ученому отрицательный результат, это тоже результат, говорящий, что где нужно идти, куда не нужно идти. Так что коллайдеры, это детские игрушки для того, чтобы обманывать дураков, что наука существует, извините, потому что вопрос, когда они там пытаются решить, во-первых, они ничего не решат, а мы давно решены уже. Конечно, деньги получить, чтобы хорошо жить. Здесь спрашивают вопрос, который, наверное, любопытный, с какого уровня приходят сущности при искусственном оплодотворении. Дело в том, что для того, чтобы более подробно, опять-таки, я этот вопрос рассматривал в своей книге и последнее обращение к человечеству, где показано, что в момент зачатия целый ряд факторов влияет на уровень существа, который входит. То есть, это генетика родителей, когда соединяются эти косминопрозоиды, возникает всплеск, и этот всплеск комплитудой его определяется именно генетическими свойствами родителей. Плюс влияет, любят ли родители в момент зачатия друг друга, или просто у них, понимаете, не любовь, а развлечение. Влияет место, где это происходит, влияет положение планет звезд, только не так, как это астрологи описывают, по-другому. Влияет, имеется у родителей алкоголь, наркотики, другие отрицательства в организме и так далее. Так вот, теперь, когда происходит искусственное семенение, из всего этого остается только один – всплеск в момент слияния энциклетки и сперматозоида. Все остальные факты, как положительные, так и отрицательные, убираются. То есть, если родители наркоманы в момент зачатия ребенка под кафом были, то всплеск при искусственном зачатии будет выше, чем при их обычном зачатии. А если родители любят друг друга, и у них настоящее чувство, и это действительно любовь, и все остальное, соответственно, то тогда, естественно, всплеск будет ниже. То есть, опять-таки, нет однозначного ответа, все зависит от ситуации, но, в принципе, если брать нормальную ситуацию, какая должна быть, что люди, создающие новую жизнь, должны любить друг друга в первую очередь, то, конечно, при искусственном зачатии это будет гораздо ниже. Хотя, опять-таки, понимая этот процесс, можно создать какой-то любой приборчик, который будет стоять в лаборатории, которая это производит, чтобы создавать качество, нужно, чтобы и при искусственном зачатии входили сущности в более высокий уровень. Но, опять-таки, нужно понимать и думать об этом. К сожалению, этого не понимают и не думают, когда это делают при искусственном зачатии. Следующий вопрос. И отрицательный, опять-таки, зависит от ситуации. А в большинстве случаев, если мы говорим о нормальных взаимоотношениях между супругами, когда происходит, ведь в момент зачатия не только происходит слияние, секретно происходит выброс энергетики родителями. Эта энергетика дополнительная, она может как положительная, так и отрицательная. В зависимости, если положительная, значит, будет минус, а если отрицательная, то это будет плюс в искусственном зачатии. То есть, это разные ситуации, нужно конкретные случаи смотреть. Но, в принципе, опять-таки, если говорить о нормальной ситуации, то это, конечно, негативно. Вопрос следующий. Что будет в 2012 году? Что будет? Мы увидим, если, так сказать, должно быть, так сказать, в сторону Земли движется облако кислотное, которое космического, естественно, происхождения, порядка миллиона километров в диаметре, которое коснется, если она коснется Земли, то Земля будет расщеплена полностью. Это сообщение не только, так сказать, в календаре Майя и других источниках. Это известные ученые, это объект космический, зарегистрирован и так далее, и так далее. Вот, если это не будет изменено, то тогда произойдет то, что произойдет. Если это будет изменено, ничего не произойдет. Люди будут жить, как дальше. Как уже несколько раз было, люди даже не заметили, что многое изменилось, а оно идет, жизнь течет дальше. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашиваю по поводу гемиопатии вопрос. Знаете ли вы, что это гемиопатия? Ну, я не скажу, что я гемиопат, но я кое-что знаю, потому что давно еще мне приходилось сталкиваться, и сталкиваться в этом плане с забавными явлениями. В советские времена, мало кто помнит, потому что здесь много молодых, хотя пожилы тоже здесь, был в свое время известный очень гемиопат Попов в Киеве жил. Почему это интересный пример? Потому что он был, как говорится, знаменит на весь Союз, и к нему приезжали со всего, как говорится, Союза и так далее, не только. Он сидел, сам собирал травы в определенное время, потому что для гемиопатийских эффектов нужно собирать травы в определенный день, в определенный час и так далее, чтобы добиться того нового эффекта. И он хранил секреты этого искусства, и его жена выполняла черную работу, то есть он ей давал инструкцию, как уже собраны им травы, составлять состав определенный и так далее. И эти препараты, альфоматические, имели очень большой эффект. Через некоторое время его жена умирает, и он, чтобы секрет не уходил из семьи, вынужден не только все собирать, но и делать черную работу, как он считал. Он считал, что жена делала черную работу. И он был вынужден сам составлять составы, которые делала за него жена. После этого его препараты перестали работать. О чем это говорит? Дело в том, что лекарственные препараты, они используют как носители, они побочные эффекты имеют. Основной эффект имел тот человек, который составлял. Вот его жена, когда он составил этот препарат, она думала, что вот это вот он делает, это человек, допустим, от сердца будет лучше. И из-за того, что разные химические суставы по-разному воспринимают программу, которую закладывает человек, то есть, изменяя химический сустав, можно менять структурированные воды, чтобы вода по-другому реагировала, воспринимала. И когда его жена умерла, он этого не мог делать, и его препараты не работают. Хотя те же самые... Почему привел этот пример? Потому что идеальный пример показывает, что дело не в лекарственных растениях, растениях, которые собирают гомеопат. А дело в том, что гомеопат вкладывает, когда он создает эти препараты. Но, в принципе, если человек понимает, то ему не нужно некие препараты, некие лекарственные растения. Можно взять простую воду, создать определенную программу, и человек ее будет пить, и у него будут проходить проблемы без всяких, так сказать, трав. Дело не в травах, а дело в том, что к этим травам прикладывается. Кстати, когда я проводил эксперимент, допустим, брал воду и структурировал ее, одну и ту же воду имеется в виду, качество, не меняющее. Структурировал для одной проблемы, одному человеку. Делался спектральный анализ, к примеру. Вода имела один химический сустав. Ту же самую воду брал, просто перепрограммировал, то есть специально, даже не меняя воду. Перепрограммировал для другого человека. Химический, спектральный анализ показывал, что химический сустав совершенно другой. И так далее, и так далее. То можно десятки раз менять, и будут совершенно разные химические суставы. То есть для того, чтобы мне, допустим, сделать воду, я несу щитную программу, я меняю химический сустав, и она является прекрасным носителем того иного. То есть, в принципе, травы не нужны, хотя в некоторых случаях они могут оказывать побочный эффект, допустим, вывода шлака из эсконизма легко. Но это тоже можно учесть в программе воде, когда можно заложить ту же самую программу воду, заложить программу расчистления не только восстановления, но и расчистления шлака, который при этом выделяется и так далее. Следующий вопрос. Нет, каждый человек, к сожалению, себя не вылечит. К сожалению. Было бы хорошо, но, к сожалению, это не так. Ну, здесь опять проще еще поработать с залами, не только с залом сидящей, но и всех, кто, о ком они подумали. Ну, попробуем сделать это. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают, может ли картина негативно влиять на изображенного, на ней человека. Дело в том, что может. Дело в том, что, понимаете, особенно картина. А почему объясню картина? Дело в том, что, когда художник пишет, он, краски, которые он использует, они являются своеобразными жидкими кристаллами. И при этом, когда происходит формирование изображения на полотне, на этом полотне отпечатываются и потоки самого человека, который изображается там. То есть, получается постоянное подключение к картине. Если, допустим, художник сам, по себе, вампир, а бывают такие тоже, то после того, как он написал эту картину, возникает связь. И неважно, что художник уже не находится рядом с картиной, вот процесс откачки энергетики художником от своей модели, так сказать, отразился в картине, и уже картина будет выполнять такую же функцию, как говорится, откачки энергетики жизненной силы человека. Но это можно убрать, просто если понимать, это можно просто очистить, это восстановить нормально, и будет картина без всяких последствий. То есть, опять-таки, нужно понимать, как действует механизм и что к чему. Так же, как и положительно может влиять при некоторых случаях. Ну, здесь спрашивают последствия абортов, и так далее, и так далее. Возможно, причинен онкологии. Да, это так, к сожалению. К сожалению, вообще-то аборты – это отрицательное явление по тому по себе, но действительно, после того, как происходит женщина делает аборт, то у нее резко происходит возможность получения ракового заболевания, потому что возникает нарушение структуры, и резко повышается возможность развития ракового заболевания, из-за того, что действительно происходит и внедрение астральных паразитов в более примитивном уровне, через разрушенные структуры, и так далее, и так далее. Поэтому, к сожалению, женщины, единственный совет, не беременеть, если вы не хотите ровить ребенка, потому что желательно аборты не делать, за редчайшим исключением, когда это грозит жизни женщины, поэтому иначе все равно будет много проблем, так или иначе. Продолжение очень важное. Сейчас проблема невынашивания стоит очень остро. Невынашивание желанного ребенка, долгожданного ребенка, за счет его любви. А вы знаете, почему это? Я вопрос закончу. Да-да. Почему? Вы поясните, пожалуйста, вопрос вот в чем. Вот это произошло. Ждали ребенка, любят друг друга, хотели, не выносили. И там вопрос написано, что будет дальше с этой сущностью и что будет с этой женщиной. Ну, дело в том, что, понимаете, в любом случае это не будет не то же самое, что аборт, потому что если ребенок уже развелся не на таком уровне, потому что аборт обычно делается на ранних стадиях чаще всего. И поэтому еще, когда вот происходит рушение плода, то уровень, куда выбрасывают, происходит очень низкий. Если ребенок недоношенный, получается невыношенный, то получается в результате того, что сущность уже на работу тела, хотя тоже не очень хороший вариант, и, конечно, тоже может приводить к проблемам серьезным. Но если это происходит, то уже говорится о серьезных проблемах. Объясню почему. Есть несколько причин, почему это не происходит. Есть причины естественные, то есть вызванные тем, что инфекции есть в системе организма женщины, например, в результате чего беременность не может протекать нормально. Почему? Для того, что по мере развития беременности у женщины меняется уровень гормонов. И соотношение мужских гормонов резко меняется. И получается, что если по темным причинам женщины на каждой фазе развития эмбриона не получают те или иные гормоны, которые должны быть, а это не только яичники у женщин, но это и гипофиз, и щитовидка, и надпочники, потому что именно они, эти гормоны, что такое? Это катализаторы, ускорители процесса. Как быстро протекают процессы. Поэтому если женщины не получают в нужное время в своем организме нужные гормоны, то на определенной фазе, в зависимости, где это не произойдет, происходит невозможность дальнейшего развития плода и, соответственно, выкидешь. Причина одна – это инфекционные проблемы, а другая проблема, которая возникает в связи с этим, связана не с болезнью женщины как таковой, а тем, что многие женщины долгое время принимали противозачаточные средства. Особенно сейчас популярно это, да? Потому что противозачаточные средства – это мужские гормоны. Рассчитано очень просто, что если женщина берет противозачаточные средства, то получается следующее, что для того, чтобы нормальное развитие, но это уровень гормонов, допустим, женских вод, мужских вод, а вот такой уровень женских гормонов, тогда может быть зачатие. Если искусственно поднять уровень мужских гормонов, вот при таком соотношении между мужскими и женскими гормонами зачатие невозможно. Да, добиваются, действительно, женщины беременеют, но когда у женщины появляются искусственные внешние гормоны мужские, то это ничего хорошего не приводит, получается полное нарушение гормональной системы человека. И уже потом, даже женщина, когда решает заименеть ребенка, иногда требуется несколько лет, прежде чем она может забеременеть, а в моих случаях вообще не может забеременеть. То есть бесплодно становится. Только из-за того, что применяют именно противозачаточные средства. Поэтому, опять-таки, нужно все это хорошенько учитывать женщинам вам, ну и мужчинам тоже, для того, чтобы не доверять такое состояние. Потому что не все, что быстро, вот раз таблетку взял, все в порядке. Не всегда, что так хорошо работает, не всегда действительно хорошо, как оно кажется. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают, насчет того, что удалось ли что-то увеличить, типа урожайность, не только в пределах вашего имения, но и в больших масштабах. Но, опять-таки, это делалось несколько раз мной, тогда были необходимы критические моменты. Это делалось в 90-м году, когда, опять-таки, на территории всего Советского Союза была ситуация. Это я в фотографии писал. Когда было холодное и очень дождливое лето, и все сельхозакадемики выступали, говорили, что будет неурожай, что все должно сгнить, все будет неурожай. А потом урожай был в три раза больше, чем в самые урожайные года. Я просто применил то же самое, только накрыл всю территорию Советского Союза, да, и сработало хорошо. Когда было в этом году, да, опять говоря, неурожай и так далее, тоже немножко жалко, чтобы люди пострадали. Вот два раза применял пока, когда это необходимо критическое. Пока больше не применял в массовых масштабах. Так, следующий вопрос. Ну, есть вопрос довольно-таки забавный. Планируете ли вы создание и описание методики саморазвития человека, ну и так далее? Ну, вы знаете, в принципе, методики, я, в принципе, уже, если говорить, я уже много что написал. Ну, просто у людей сложилась привычка, что у них была инструкция, что вот нужно действовать так, 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 и тогда ты получишь вот это. Поймите следующее, что для развития, развитие происходит только через действие. То есть для того, чтобы развиваться, нужно сначала, в первую очередь, нужно быть знание, то есть понимание того, что вы делаете. Если вы будете делать просто так, не понимая, что вы делаете, никакого развития не будет. Даже если у вас будет потенциал, все нужные качества, то никуда вы в развитие не идете, скорее всего, уйдете назад. Поэтому для того, чтобы развиваться, не существует методика. Методика – это единственная методика, которую я делаю, это действительно пытаясь довести человека до просветения знаний. Когда он начинает понимать природу, механизмы и так далее, и так далее, без этого человек не сможет двигаться вперед. Это первая фаза. Поэтому это уже есть в какой-то степени, но не в той форме, как люди привыкли. Второй вопрос – развитие. Когда человек имеет уже понимание, для того, чтобы развиваться, человеку нужно иметь потенциал для своего развития, указан свой, и действие. И вот зависит от того, как человек будет правильно применять понимание природы, как правильно будет использовать свой потенциал, будет зависит от того, как он и куда дальше он подвинется вперед. Потому что через действие, которое человек будет действовать, имея понимание и потенциалы качества нужные, человек может двигаться вперед. И движение будет вперед до тех пор, пока он не упрется в стенку, которую дальше он не сможет выйти. Что это такое? Это, знаете, как у Канта вещь в себе, черный ящик. Досель познаваема, а дальше не познаваема. Досель познаваема почему? Человек подходит с каким-то определенным алгоритмом к решению проблемы. И вот этот алгоритм, какого бы он хорошего ни был, он имеет свой предел. Вот когда вы выработаете этот предел, то с тем же самым алгоритмом двигаться даже вперед вы не сможете, как бы далеко вы уже не продвинуться, использовать этот алгоритм. Если вы ничего не менять не будете, то вы упрете в стенку, и дальше ничего не будет. Для того, чтобы двигаться вперед, нужно изменить понимание, изменить алгоритм своих действий. И тогда будет следующий движение толчок. И так до тех пор, пока вы сообразите, как по-другому, качественно подходить к решению задачи. Но в любом случае, развитие происходит через действие. Просидеть у моря или какого-то, допустим, интергональная йога Шри Рубинда, суть ее такая, типа, жди, готовься, когда озарение придет к тебе. Да никогда озарение не придет. Потому что озарение-то и саморазвитие человека. Ожидать, сидеть в море и ждать погоды, это не значит, что ждать, пока другой берег океана придет к тебе. В принципе, теоретически, такое возможно, платформы движутся, и, естественно, плиты тектонические разбегаются, сбегаются. Если плиты сбегаются, то другой берег океана когда-либо, через несколько миллионов лет, может, дойдет до другого берега, когда они соткнутся. Ну, не знаю, если подождете столько лет, может, и придет. А во всем случае ничего не происходит. Следующий вопрос. Какова размера моя сущность? Дело в неразмерах, а то, что она может. Здравствуйте. Вместе, пожалуйста, почему у вас? По-моему, есть вопросы с здоровыми. С лишним есть одышка. А спрашивают. У вас есть проблемы с здоровьем? У меня проблемы с здоровьем нет. Любая проверка, потому что я абсолютно здоровый. Это первое. Так что приходится сидеть много, это да. Потому что приходится работать по 10-12 часов в сутки, и часа не отходя от компьютера и тому подобное. Естественно, это не способствует, чтобы, так сказать, разгонялось. Но мне это не мешает, это не самое главное. И к тому же есть понятие такое, как заложено на уровне генетика институции. Понимаете, до 30-ти с лишним лет у меня вес был очень небольшой. А я ел меньше, чем сегодня ем. Что это значит? А это просто говорит, что в нашем организме заложена определенная программа. Когда, так сказать, и, скажем так, я думаю, что мои мышцы покрепче того молодого человека, который написал. Хотя я не занимаюсь физически постоянно. Дело в том, что природа была заложена не из конституции. Дело в том, что в наших предках, когда они еще не были разумными, да и некоторые никогда были разумны, и жили среди дикой природы. И происходит следующее, что с возрастом подвижность теряется. Это естественно. У любого человека подвижность с возрастом теряется. Так вот, природа создавала естественные механизмы защиты от гибели, чтобы с возрастом человек не погибал. Что это значит? Самое изимое у человека место – это его брюшная полость. Любой хищник, стоит ему провести лапой с когтями по брюшной полости, приводит к тому, что все содержимое брюшной полости выворачивалось наружу. Это означало гибель. Так вот, природа заложила программу так, что по мере с возрастом, когда теряется естественная подвижность, она создает естественный щит, жировую правдушку между брюшной полостью и внешней средой. Вот эта жировая правдушка создается то, что она имела роль. Когда хищник цеплял такого человека, он не достигал когтями внутренних органов. Да, он разворачивал, так сказать, пузо, так сказать, жир, слой жира, жировой мертвый жир, так называемый, как называет медицина, мертвый жир разворачивал, а не смог доставать до кишечника, не выворачивать наружу. Так что худоба – это не всегда значит здоровье. И полнота не всегда значит болезнь. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы мне возразить форму, мне нужно бросать по 100 тонн в день, чтобы нагрузку давать нормально, чтобы сжигать весь жир, который накапливается. Для меня это время тратить на это не нужно. Я это могу, но не нужно. Потому что 20 тонн за полчаса я это делал, это не проблема, но оно ничего не дает. Мне нужно 100 или больше делать нагрузку, тогда будет сжигаться дополнительный жир, который откладывается для защиты организма такого плана. Мне лично не нужно, мне не мешает. Кому-то мешает, это их проблема. Следующий вопрос. Очень мелкий почерк. Спрашивает, как разворачивают мозги? Я в своих книгах ответ не даю на то, как разворачивают мозги. Объясню почему. Есть у меня два примера. Один смешной, один не очень. С какого она часть? Не смешного? С какой хорошего? Знаете, анекдот есть такой. Приходит врач пациенту в комнату для реабилитации и говорит, у меня к вам после ампутации ноги. И он говорит, черный юмор. У меня к вам две новости. Одна плохая, одна хорошая. С чего хотите начать? Он говорит, начинайте с плохой. Вы знаете, мы по обшипке вам ампутируем не ту ногу. Ну, пациент говорит, ну что, ампутируешь, обратно же не пришьешь. А это, конечно, хороший нож. А то, что должны ампутировать, значительно лучше. Это такой анекдот. Так вот, в чем проблема? Дело в том, что, к сожалению, иногда начнется тоже с плохого, а потом закончится с смешным, хорошим. Дело в том, что, вот когда в 90-е годы, я проводил занятия и производил преобразование мозга. То есть, эволюционный поднимал человека с одного уровня на другой. И для того, чтобы мне быстро... Потому что, когда много людей, если нужно быстро делать многие вещи, и нет времени тратить много, я придумал простые тесты, для того, чтобы мне быстро было понятно, что процесс уже завершился, и можно будет в следующей фазе. И, к примеру, когда я проводил определенные изменения качественных нейронов мозга, я говорю, вот, когда человек с человеком работал, я говорю, так, свой мозг видите, когда я включал его, он, да, вижу. Семь слоев коры головного мозга, у нас серое вещество, которое является корой, семь слоев имеет, забавно тоже. Так вот, нижний слой, видите, сейчас, да, вижу. Когда красным цветом станет, скажите, когда скажет красным. Вот теперь стало. Теперь все оранжевые и так далее, по полному спектру. И вот раз, когда полный спектр прошел, все в порядке, там кое-что еще сделало, человек говорит, все, готово. Человек начинает не видеть хорошо внутренний урон и т.д. и т.п. Что же вы думаете? Несколько, так сказать, умельцев решили провести аналогию. То есть, вот я спрашиваю, зелененький цвет увидели? Оранжевый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и так далее. Все. Вот мы тоже будем делать, и мозги будем перестраивать тоже. И вы знаете, что они делали? Садили людей, опускали поток, и начали, видишь красный свет? Вижу. Виж оранжевый? Вижу. Виж то-то, да. Все готово. А потом, такое разрушение шло у этих людей. Потом, некоторых людей меня находили, кто мог находить. Приходилось он долго восстанавливать, вытаскивать из этого состояния. И вроде люди, которые делали, вроде неплохие, но хотя бы спросили, что это, то, что я говорю, цвет, допустим, красный, там, так далее, так далее, это лишь только знак для меня, что процесс совершился, может быть, в следующую фазу. Но это не значит, что цвет и есть процесс. Потому что каждый уровень цвета соответствует тому, что мне удалось добиваться качественных изменений нужных. Вот когда качественные изменения производили нужные, которые мне нужны для дальнейшего движения вперед, должен появляться был такой цвет, следующий, следующий. Это просто для того, чтобы упрощать и быстрять работу. Все. И, к сожалению, когда вот так вот делали, после чего получалась проблема. Очень много людей пострадало из-за того, что кто-то думал, что достаточно заставить человеку цветовые радуги в голове, иначе мозги уже перестроены. Это первый вопрос. Такой не очень приятный. А забавный момент был. Смешной момент. Вы можете слышать, у меня есть ментальная школа детей, куда дети во время сна приходят и обучают. Так вот, та детьушка, которая стала одной из первых, посещенной, в принципе, она была первой, которая сделала, ментальную школу включила, так свою. Так вот, когда я мозги ей перестроил, и она видела, как я это делал. А у нее был код. Ну, это трехлетняя, ей было четыре годика, учтите. А тому, кому говорил первой, было гораздо больше. Так вот, ей было четыре годика. И она говорит, ты понимаешь, я увидела, как ты мои мозги перестраивала. Не очень захотелось со своим котом телепедически пообщаться. Но я подумала, дай-ка я сделаю то же самое, что ты мне и сделал. Я и сделала, а он теперь не дышит. То есть, кому вела его? Пожалуйста, верни обратно к котам. Я его так люблю. Но пришлось поставить на место, все в порядке, но не в этом дело. Понимаете, для того, чтобы перестраивать мозги и эволюционно двигаться вперед, необходимо четко понимать, что и как делать. Понимаете, иногда люди не понимают, что за внешней красопросотой это огромное, так сказать, должно быть много знаний, пониманий, представлений и потенциал, соответствующий, который позволяет реализовывать. Для того, чтобы поменять с одного качественного уровня на другой, необходимо, что такое эволюционное движение вперед? Это значит, нужно человека эволюционно провести по эволюционной лестнице. Не он сам идет, а ты его проводишь. То есть, всю работу, которую он должен был делать за тысячи лет, десятки, иногда миллионы лет, ты за него делаешь. Да, это не проблема, но, к сожалению, практика показала, что это очень мало дает. Хотя, из тех фактов, когда я это делаю, если кто читал книги, ставил специальную защиту, чтобы никто не мог навредить с этим, но, казалось бы, сделал это, объясняешь человеку, как правильно этим пользоваться. Ну, черт возьми, ну, действительно, объясняешь не просто так, это так, потому что так, а ты объясняешь, почему нельзя делать вот это, почему нельзя делать это, почему нельзя делать, и что можно делать, и как нужно правильно делать. Но практика показывает, подавляющее большинство, кто через это проходил, к сожалению, плевать на то, что ему говорится, они начинают делать, как они хотят сами. И ломают дрова. Очень серьезно. Поэтому, если вы даже прочитаете, что в книге написано, что идет это, это не значит, что то, что я писал, это не описал сам процесс. И поэтому не пытайтесь, иначе можно действительно повредить самого себя и другим тоже. Это уже случилось не один раз, поэтому лучше не надо. Скажите, пожалуйста, как вы получили доступ к славяно-арийским ведам долгое время этот эстон считался форексицированным? Спасибо заранее за ваш ответ. Ну, во-первых, доступ к славяно-арийским ведам я не получил, как вы думаете. Мне не нужны они, для того, чтобы представить то, что я пишу. Наверное, вы это должны понять, если читали мои книги. То, что я пишу свои книги и ссылаюсь на них, только для того, чтобы выстроить, четко показать, что выстроить правдивую, с моей точки зрения, и это, надеюсь, это дело, историю, точнее, прошлой нашей страны и цивилизации Земли. И в этом плане славяно-арийские веды книги, которые вот есть, они являются очень хорошим подспорьем. Почему? Потому что там описаны процессы, определенным образом, которые действительно происходили, а мне это необходимо для того, чтобы выстроить полностью свою систему. А по поводу фальсификации, вы знаете, фальсификация весьма вопрос. Кто считался фальсификацией? Вы знаете, те люди, которые никогда не видели ни одного первоисточника, вот обратите внимание, вы можете спросить любого историка, которые говорят, вот кто из них, допустим, видел ту же самую разъявиловскую летопись, которую говорят, да? И окажется, что, что он сделал положительно, в принципе, в момент Кайносовский, то, что когда они получили в свои руки листы настоящего, так называемые, оригинала разъявиловской летописи, то они доказали, что это фальшивка, сделанная в XVII веке. Фальшивка. Но эта фальшивка читается достоверным источником и так далее. Все ее приписывали, все у нее ссылались и так далее. А когда кто-то коснулся оригинала, то оказался оригинал-то фальшивкой. Так вот, те и говорят, что говорят фальшивку, фальсификации, говорят именно те, кто построил и строил свою позицию на фальшивках настоящих. Почему? Потому что я могу привести следующий пример. хотя бы, я уже в книгах рекомендую почитать книги, кто эту записку написал, потому что там все довольно-таки подробно описывается. К примеру, я специально брал и показывал, что в тех же самых славянских ведах излагается истинная информация. Вот, допустим, в первом томе я показал, что то, что Ветхий Завет излагает, и то, что славянские веды говорят, говорят они им об одном и то же, только с разных позиций, с противоположных сторон. И это факт, который никто никогда не смог опровергнуть. Это первое. Второе. Допустим, руны, славяно-риски, да, кричат фальшивки. Ну, во-первых, как-то мне приходилось сталкиваться, что один из специалистов, другому человеку, говорил, что вот, посмотрел на руны и говорит, что это фальшивка, потому что здесь они похожи на китайские, здесь они похожи на египетские, здесь там на те и тому подобное. Вопрос. Если кольца руны похожи на чем-то похожи некоторые на египетские, китайские и так далее, понимаете, в любом случае существует два подхода. Первый вопрос можно рассмотреть. что они фальшивки и являются подделкой использующие кольца иероглифы китайские или иероглифы египетские. И второе, что подход, что египетские, китайские иероглифы являются производными от слова аналитских рун. Второй вопрос вообще не рассматривался, знаете, априори. Во-первых, это не научный подход, во-первых, не профессиональный подход с моей точки зрения вообще, это первое. А второе, если бы они хотя бы почитали того же самого Платона, то они поняли, что древний Египет был создан именно белой расой, которая принесла туда все свои знания, в том числе и письмо. Это первое. и эти белые люди изначально они пришли сначала туда в Атлантину, то есть Атлант пришли, а потом в Египет оказались, были переселены. Но в любом случае их корни идут из Сибири, Крыце, и Дальнего Востока, родины белой расы, в принципе. Это первое. Второе, если бы они почитали хотя бы так сказать историю Китая, то там бы оказалось, если прочитали, что Китай устраивал четыре ревизии своей письменности, то есть все книги, которые были написаны старыми уничтожались и создавались новые ревизии, которые писались по-другому и так далее. Вопрос, почему уничтожались, почему китайцы, которые хвалились своей древностью, всегда считали европейцев варварами, знаете, да? Почему они всегда делали четыре раза ревизии, уничтожались старые на книги и переписывали все заново и использовали другое письмо, якобы для усовершенствования, как прикрывается это усовершенствование письма. Подумайте, зачем это делалось, почему уничтожались, а почему нужно было менять, а потому, чтобы скрыть то, что им хотелось скрыть. Факт того, что то, что китайцы получили, потому что есть у китайцев легенда, что все знания, как строить города и так далее, им передал белый бог, который прилетел с севера на небесную крестницу, то же самое, имя которого Хуан Ди. Не слышали такую легенду? У китайцев есть такая легенда. Так вот, им нужно было скрыть этот факт, и даже до того, что один из императоров китайский, его называли желтый император, взял на себя имя Хуан Ди, чтобы создать дубль, чтобы отвлечь внимание, что это не тот, это не белая раса пришла и передала им знания, даже как индусам, к примеру, а вот они сами такие умные. И они делали все, чтобы изменить и отойти. И поэтому получилось, что иероглифы их чем-то похожи, но далеки уже от рун славяно-арийских. Так как и египетские тоже похожи, но многие отличаются. Этот факт, наоборот, подтверждает, что славяно-арийские руны существуют задолго того, как появились и китайские иероглифы, и египетские, и центрально-американские. К тому же, опять-таки, кто читал статью по поводу Чувырова, который нашел плиту рефтной карты Западной Сибири, там тоже руны есть, надписи. И он сам же пишет в статье, что он подумал, что китайские иероглифы. Он искал китайский след. Не нашел. Он ездил в Пекин и выпускали секретную лабораторию, он сам писал об этом, где смотрел, что осталось из книжек из предыдущего с модификацией иероглифов. Ничего близко нет. Это не китайские иероглифы, а иероглифы, которые были, не иероглифы, а руны, которые написаны, славянно-реские руны. Плюс, эти руны самые можно найти разбросанные по территории, особенно Сибири, да не только, выбитые на камнях, десятки тысяч камней с выбитыми славянно-реские рунами. Это тоже фальшивка, да? Поэтому, когда говорят о фальшивке, так же, как в свое время, когда я искал материалы по Велесовой книге, когда еще в Сан-Франциско был, там же материал, там, Миролюбов, который ее, в принципе, первый, так сказать, ознакомил мир с текстом ее, он жил в Сан-Франциско, и его архив был передан Русскому музею Сан-Франциско. Когда я пришел в Русский музей, Сан-Франциско сказал, вы знаете, мы в Велесовой архив передали Библиотеку Хубера, это Стэнфордский университет, Библиотеку Принкера Хубера, и, типа, туда нужно поехать, там можно найти. Ну, поехал туда и заказал себе пленки с Симархивом поиска, мне нужно было найти эти дощечки, чтобы были. И там один американский студент подошел и спрашивает, вот вы, вы, типа, интересуетесь Велесовой книгой? Ну, это же фальшивка. Интересно, говорю, получается. Фотография срок третьего года сделаны, когда не было ни компьютеров, ничего. Фотография, которая, настоящая фотография, вы считаете, библиотеки фальшивкой, а вся современная история построена на книгах, которые напечатаны были в 15 веке, не раньше. И ни одного оригинала, с которого были напечатаны книги, нет в природе, ну, официальной природы, в истории, не существует. И это для вас нормально. А фотографии с 43-го года у вас фальшивка. Видите, какой подход? Понимаете, социальный паразит готов объявить, вывесить, повесить ярлык. Фальшивка на все то, что не играет им на руки. А все, что им играет, наоборот, будут кричать до небес. Поэтому здесь ничего удивительного нет, что они так говорили. Но то, что, допустим, были напечатаны золотые пластинки, какие-то датские пластинки, помните, да, кто видел. Я в фальшивке тоже расположил из визитической культуры. Правда, конечно, журнал очень большой, тысяча экземпляров, да, колоссальный тираж, да, тысяча экземпляров, где написаны, были напечатаны золотые пластинки с руническим и другим письмом комбинации, подтверждающие, что именно те материалы, которые используются в книге, являются не фальшивками славяно-арийские веды Велесовой книги, а реальностью. И, в принципе, я уже говорил раньше, что я надеюсь, потому что мне удалось получить информацию, где находится оригинальная Велесова книга, и не только то, что известно под Велесовой книгой, только часть, а еще есть еще другая часть, которую никто не знал. Так вот, если удастся все-таки выкупить потом и то, и другое, и вернуть в Россию, то, думаю, тогда посмотрим, кто будет говорить о фальшивках. Следующий вопрос. Это очень мелкий почерк, сразу не прочитаешь. Есть вопрос такой, опять-таки, как понимать мирность пространства, извините, я не могу сейчас объяснять, потому что большинство людей это сейчас, многие не читали, поэтому будет просто пустое тратное время. Это когда будет соответствующие занятия, там я буду все подробно объяснять. Ну, здесь спрашивают, если день сварога тысячи лет, ночь сварога тысячи лет, то, во-первых, тысяча восемь, день сварога тоже тысячи лет, но это, во-первых, не совсем правильно. Если вы внимательно почитали, один вопрос, ответите, все-таки, что это вопрос, потому что ночь и день сварога это не единица неизменная. По крайней мере, я постарался четко показать, то, что называют ночью сварога, это когда планета, наша планета и солнечная система при своем движении входит в пространственную зону, где качества собраны так, что они отрицательно влияют на эволюцию человека. Это явно пространственная негативная, может любой длины быть и длительность тысячи восемь лет не является единицей измерения. Это просто факт, что последняя ночь сварога продолжалась тысячи восемь лет, то есть земля двигалась, это привести на нормальный язык, что земля двигалась через зону с отрицательным качеством для развития в течение тысячи восьми лет. А в течение дня сварога она может двигаться может пятьсот лет или две тысячи, три тысячи. Это каждый раз разно, в зависимости от того, какие эти ямы и бугры, скажем так, эволюционные. Так что это совершенно не так, как понимается, день и ночь, это не значит двадцать четыре часа, значит, двенадцать часов дня и двадцать часа ночи, условно так. Это не так. Это большой вопрос, можно потом отвечать. Это вопрос, классный. Типа... О том, что вы повышали урожай, даже страны Телефон США, я с трудом понимаю это, но не отрицаю, хочу верить, простой вопрос. Не попробуйте ли уменьшить у нас в стране коррупцию преступных? Понимаете? Для того, чтобы уменьшить коррупцию и преступность, одного влияния как одного оружия, к сожалению, недостаточно. Нужно менять социальную среду. И в первую очередь, в принципе, в какой-то степени я это делаю, потому что через проследование знаниями, что я считаю необходимо, каждый человек, получив проследование знания, если один, другой, пятый, десятый, очень многие говорят, что они не только сами читают книги, считают вся их семья и так далее, и так далее. Понимаете? Если каждый человек на своем месте будет действовать по совести и по правде, то никакая коррупция существовать не в состоянии будет. А коррупция существует по той причине, что люди эту коррупцию поддерживают. Нравится или нет? Правильно? Извините, когда человек хочет что-то получить, и чтобы он взятку дает, почему? А чтобы получить быстрее, добиться. Иначе он не получит. Правильно? Но если бы все взятки не давали, правильно? То не было возможности ничего. А в какой-то степени сами люди виноваты в какой-то степени, что это происходит. Потому что и естественно должно быть правильная система наказания. Для этого нужно пересматривать многие системы законов, которые существуют, и так далее, и так далее. И в принципе это нужно делать. И думаю, когда-то это будет сделано. Но в любом случае, какой-то степени лепту в этом я уже сразу сделаю, потому что если люди проснутся, понимаете, когда человек, мне часто присылают то, что вот пишут, я прочитал вашу книгу, у меня появился смысл жизни. Понимаете, когда у человека появляется смысл жизни, он же 10 раз подумает, сделать что-то неправильное. Правильно? Потому что когда человеку смысла жизни нет, когда ему все до лампочки, когда, так говорится, туши свет, бросай гранату, можно делать все, что угодно, то человек действует соответствующий. А когда он появляется, когда он понимает каждое свое действие и последствия своего действия, то каждый человек будет думать и чем больше таких людей будет, которые будут понимать и нести ответственно на свои собственные дела, то много что изменится. Поэтому пока существует незнание среди населения, то есть непонимание действий, последствия этого действия, коррупция и преступность будут существовать. Поэтому Одно из механизмов это изменение сознания. То есть пробуждение. Вот это я занимаюсь. И другие методы, надеюсь, тоже будут применяться. Комплексные. Надеюсь, в скором будущем. Надеюсь, что это изменится. Но это не в один день, к сожалению. Это не то, что взять раз и урожай вырастить. Это просто. Так, что еще? У нас осталось еще 17 минут. Ну, есть вопрос такой. В чем смысл парности? В таком-то году два дома в Москве сгорело. В каком-то то-то, в башне, так сказать, возгорание домов, детских садов. Два вертолета падали по парам, да? Ну, вы знаете, в принципе, я думаю, что если почитать, сколько домов сгорело в Москве в один год, будет больше, чем два. И даже в один день загорается больше, чем два. Но искать какого-то, как говорится, мистики в том, что, допустим, братья-близнецы, башни-близнецы в Нью-Йорке были взорваны, не нужно. Потому что это была проведена операция спецслужб Америки. Это не нужно объяснять, да? Кто не слышал, то может почитать и увидеть и так далее. Потому что это было сделано... Никаких гражданских самолетов в них не вырезалось. Врезались военные самолеты. К тому же взрывы были не в результате того, что там топливо авиационное разлилось и, типа, расплавились. А из-за того, что были заложены специальные снаряды и были уничтожены узловые точки, были заложены взрывы, заряды, которые взрывались. Вы знаете примеры, что один, допустим, мэр Сан-Франциско должен был в этот день быть там. А ему позвонили и предупредили, чтобы он в этот день не был там. Это секрет большой, да? Следующее. Вы знаете, что за несколько дней до взрывов этих башен авиационные компании продавали свои акции по высокой цене. За несколько дней. Это никто не знал, да? Одному человеку не предупредили, чтобы он не вышел на работу. Он заболел и не вышел на работу. И потом он очень возмущался, что как же так? Его решили принести в жертву. Если бы он не заболел, то он попал бы и погиб. А так он и заболел, и тем самым спасся. Значит, других предупредили. Плюс многие вещи, те же самые камеры, которые стояли на крыше небоскребов. Я когда происходил, я говорю, люди, ну не будь такими слепыми. Ну подумайте. Если второй самолет врезал в башню через день минут после первого, то каким образом это все было засветано камерами, которые стояли на крыше других небоскребов, которые прекрасный вид. И все телевизионные компании сделали прекрасные виды не снизу, а с крыши небоскребов. И камера стояла, и самолет влетал в это. То есть никто не следил за самолетом, не двигался. А самолеты влетали. И самолеты влетали не гражданские, а военные. Если вы остановите кадр и увеличите изображение, то увидите, что это военный боинг-дозаправщик. Никакого отношения к гражданской авиации не имел. Никогда никто не похищал никаких самолетов, гражданских рельсов. Никогда не было, которые были захвачены и направлены на башни. Это все ложь. Нужно было скрыть следы, как говорится, отмывания денег, которые Америка делала. В основном из России. Потому что из России было вывезено порядка 5 триллионов долларов до 2000 года. И помните тогда, может кто-то слышал, скандал банков Нью-Йорка. То есть банк Нью-Йорка. Где там начнет возмущаться по поводу отмывания денег из России. Помните? Слышали, да? Да. Так вот это план Гор Черномырдин. Помните такого еще? Черномырдина, да? Ну вот. По этому плану вывозились колоссальные средства из России. Обворовывалась Россия. Так вот все следы ввели в эти башенки. Но им нужно было многим причинам. То есть это комплекс, не только это. Они просто убрали все следы, чтобы никто не выяснил, как была обворована Россия в частности. Так что парности искать не нужно. Тем более в башнях американских, нью-йоркских. Как вы объясняете эффект крещенской воды? Опять-таки, этот эффект церковь использует нагло, использует церковь. Потому что этот эффект существовал задолго до того, как сама церковь существовала. А эффект очень простой. Просто небесные светила, планеты и звезды, оказывают влияние на воду, на все живое в том числе. И вот в ночь с 19-20-го происходит такое влияние, которое действительно оказывает положительное влияние на здоровье человека. То есть человек, выпив воду и так далее, может испытывать положительный эффект, лечебный эффект от этой воды. Только из-за того, что случайная позиция планет оказывает влияние, комбинация влияния положительного на здоровье. И все. Я помню, когда это было в 2007 году, у меня была лекция, кажется, в полку караульном московском. Там в помещении была лекция для организации, не проводил там. И это было 20 января. И вот так стояла вода, типа, на столе там. И потом люди проходили, там, обработали воду. Я одному человеку взял бутылочку, положил, коснулся мизинцем на секундочку. Он забрал. И потом получаю по электронке письмо, где анализ воды. И вот, значит, кто-то взял эту воду и прибором замерил. И там цифры вывел, так сказать, крутизны воды. Крещенской воды. И то, что вот я, ты пишешь, там, Левашов коснулся мизинца правой ряда на долю секунды бутылочки с водой. Правильно. Так параметры получились мои, параметры крутизны любой крещенской воды. А там писал, взята вода из такого-то храма, таким батюшком был, таким-то десяток параметров и так далее. Поймите, воду можно обработать, сделать параметры любые, какие нужно понимать. Это природное явление, которое кем не стало. Естественно, никакого отношения к религии Богу это не имеет. Последняя часть нашей сегодня действия, как обычно, когда он тогда просил, значит, когда я буду снимать там блокировки и так далее, те, кто писал, могут подумать о своих близких и, так сказать, придет немножко работа на них тоже. Поэтому, так сказать, те, кто желает, естественно, должны просто настроиться на то, чтобы снять свои блокировки, которые у вас есть, если не есть. Кто не хочет, ничего не делайте, ничего с вами не происходит. Мне вас, так сказать, снимать или добавлять вам ничего не нужно, потому что мне это не стоит целью. И тогда, так сказать, подготовьтесь, несколько секунд даю на это. И кто желает, значит, просто подумайте. Я просто сниму то, что можно. И, кажется, многим это помогает. Кого-то в эффект скажется сразу, кого-то через некоторое время, кому-то потребуется несколько раз в зависимости от национальной системы. Все очень индивидуально, но, тем не менее, многим довольно-таки хорошо помогает. Так что, если готовы, так что затотойте сейчас немножко и начинайте это действие тех, кто хочет. Ну вот. Ну, видите, ни у кого рога не выросли, хвосты не тросли, да? И дальше тоже не выросли, так что не волнуйтесь. Вот, это ответ на вопрос некоторые возникли. Такого в эмоциональной форме некоторых. Вот, так что наблюдайте. Скажите, что к чему. Надеюсь, то, что дело помогло вам чем-то освободиться. И, надеюсь, дальше тоже будет помогать. И благодарю вас за то, что вы сегодня пришли. Надеюсь, вы получили частично хотя бы ответы на вопросы. И желаю вам успеха в новом году. Всего доброго вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok